— Сколько машин прошло, и ни одна не берет. — Хм, странно, — заметил я. — Обычно водители любят путешествовать в компании красивых девушек. Она подозрительно на меня покосилась, решив, наверное, что я из породы моторизованных донжуанов. — Места в машинах не было, — пояснила она. Я ни с того ни с сего рассмеялся. — Мне вдруг захотелось побыть в таком приятном обществе чуть подольше, чем длится краткий переезд от Копера, куда мы как раз въезжали, до Порто-Рожа. Она на меня удивленно глянула, не поняв, с чего это я так развеселился. — Да вы, кажется, меня неправильно поняли, — сказал я. — Даю слово, у меня в мыслях нет ничего плохого. Я еду от Загреба без остановки и чувствую себя довольно усталым. — Мне бы не помешал короткий передых. Может, выпьем в Копере по чашечке кофе? Не возражаете? Она задумывалась. Я чувствовал, что она меня рассматривает и оценивает, хотя я не видел ее лица. Навстречу шло несколько машин, и все свое внимание я должен был сконцентрировать на дороге. Мы подъезжали к перекрестку, где от автострады отделяется коротенькая всего в километр длины, шоссе, ведущая к центру Копера. Не возражаю. Объявила девушка в последний момент, так что мне пришлось резко нажать на тормоз и свернуть вправо. Ну, как знать, подумал я. Приняла бы эта девушка мое приглашение, как бы знала, где я провел последние 18 лет своей жизни. Впрочем, об этом лучше не думать. Опять же, за это отклонение с пути Малин меня по головке не погладит, но я решил, что 15 минут никакой роли не играют, тем более, что точного времени прибытия в Порторож мне не назначено, только велено быть к вечеру. А женское общество мне сейчас, ну, прям-таки необходимо для адаптации к нормальной жизни, и, главное, для поднятия духа. Если я не возьму себя в руки и не перестану психовать, то провалю все дело. В Копере я оставил машину на стоянке на берегу моря и повел свою спутницу в кафе городское, которое приметил издалека. Два кофе заказал я подошедшему керниру. А может, чего-нибудь еще? Нет-нет, что вы, кофе лучше всего, ответила девушка. На этом разговор наш присекся. Напрасно подбирал я слова, чтобы его продолжить, напрасно ломал голову в поисках подходящей темы. Тельнер принес нам кофе, поставил перед нами. Не придумав ничего путного, я хотел было с горе спросить, не подложить ли ей сахарку побольше, но в этот миг мне аж горло перехватило от изумления. Какой-то мужчина... Он проходил мимо кафе, внезапно остановился и вперил в меня вызывающий взгляд. Этот человек меня явно знал. Это было более чем очевидно. Взгляд его не выражал любопытства, а говорил скорее о том, что он меня помнит очень хорошо и желает своим присутствием напомнить о себе. Да и я его начинал припоминать. Лицо знакомое. Откуда же я знаю этого типа? Откуда только? — Вы и вправду выглядите очень усталым, — заметила девушка, вырывая меня из раздумья. Она по-своему истолковала выражение, появившееся на моем лице при виде странного типа. Я поддакнул, не желая пускаться в объяснение по поводу знакомого незнакомца. — Да-да, вы правы. Как ты здорово устал. Думаю, нам лучше тронуться в путь. До порта рожи совсем немного. Там я и отдохну как следует. А такая короткая передышка только размаливает. Сидишь и с места не можешь сдвинуться. Произнося это, я следил взглядом за человеком, стараясь однако делать это незаметно, хотя, как мне казалось, он добивался как раз обратного — привлечь к себе мое внимание. Я видел, как он, отойдя на несколько шагов, остановился, на мгновение обернулся и исчез среди прохожих. — Как вам угодно, — ответила девушка на мое предложение продолжить путь. Я вынул из кармана деньги и положил их на столе, указав на них тюльниру. Встал и направился к выходу с террасы. — А вы и кофе не выпили, — остановил меня голос девушки. Тут только я уразумел, что даже не притронулся к своей чашке, настолько захвачен был мыслями о странной встрече. Но вот вращаться за столик уже не хотелось. — Да так устал, что всякая охота пропала, — пояснил я девушке, которая в нерешительности медлила возле нашего столика. — Поехали. Мы пошли на стоянку. И тут я, наконец, вспомнил, кто этот человек. — Вернер Райхер. — Да как ты вообще мог его позабыть? — Во время войны он работал в том же отделе немецкой разведслужбы, что и я. Начальником он мне не был, хотя и занимал положение гораздо выше моего. — Откуда он здесь проклюнулся? — Приехал в Югославию как турист. — Глупости. — Мне ли быть таким просточком? — Это же яснее ясного. — Вернер Райхер — тот человек, который домогается контакта со мной. — Зачем? — Это пока неизвестно. Но что это он, не может быть никаких сомнений. Слишком невероятным было бы такое стечение обстоятельств. Что же мне делать? Ринуться вдогонку и схватить, кликнув на помощь ближайшего милиционера? С одного маху разрубить узел и с легким сердцем вернуться в загреб, не опасаясь больше, что прошлое расставит мне хитрую западню? Я поглядел в том направлении, куда исчез Райхер. Было уже слишком поздно. Лабиринт узких старинных улочек позволял ему скрыться. Поднимать шум, взывая милиционеров, объясняя им, что случилось, было бессмысленно. Более того, это бы насторожило Райхера. Не стоит, пожалуй, торопить события. Лучше всего продолжить путь в Портораж. Он меня видел, знает, что я еду по его приглашению, и не колеблес воспользуется первой же возможностью, чтобы вступить со мной в контакт. — Вы что-то сказали? — спросила девушка. Только тут я осознал, что, погрузившись в размышления, вслух произнес это имя. Я попытался выдавить из себя улыбку. — Нет, нет, ничего. — объяснил я. Так, мысли вслух. Перед тем, как покинуть Коппер, я сделал на машине круг по городу в тщетной надежде высмотреть Райхера среди прохожих. Девушка ничего не сказала по поводу этой непредусмотренной прогулки. Вероятно, решила, что я, пользуясь случаем, хочу полюбоваться городом. Только когда мы снова вымахнули на автостраду, она заметила. — Вы, кажется, чем-то встревожены, будто что-то случилось. Может, встретили в Коппере кого-то, кто неприятен, а? Я утвердительно кивнул, позабыв о том, что девушку нисколько не должны касаться ни моей теперешней заботы, ни моя прежняя жизнь. Я вдруг почувствовал неодолимую потребность кому-нибудь довериться. — Да, — ответил я, — увидел тут одного старого знакомого, которого недолюбливаю, и мне вовсе не улыбается снова на него нарваться. Судя по выражению ее лица, она сообразила, что именно из-за этой встречи я так поспешно покинул Коппер. К тому же она слышала имя, которое я с дуру выговорил вслух и сочла себя вправе поинтересоваться. — Верн Райфер? — Да, так его зовут. — буркнул я неохотно, тем самым прекращая разговоры, делая вид, что всецело поглощен дорогой. — Пятнадцать километров, оставшихся до Порторожи, мы одолели за десять минут. Я гнал быстрее, чем до сих пор. В машине царило молчание. Только когда мы перевалили холм и стали спускаться в Порторожи, я заговорил снова. — Я остановлюсь в отеле Палас. — Вам тоже туда? — Ну что вы, — рассмеялась девушка. — Слишком дорого для студентки, путешествующей автостопом. — Мне придется поискать ночлег поскромнее. — Ах, какая жалость. — Пробормотал я из чистой вежливости. — Где прикажете высадить? Видимо, это прозвучало грубовато, потому что она резко ответила. — Да хоть где. — Лучше всего на первом перекрестке. Дальше я доберусь пешком. — Не беспокойтесь, я Порторож знаю. — Как вам будет угодно, — ответил я, останавливая машину. Девушка отворила дверцу и выскочила, потянув свою сумку с заднего сиденья. И хоть была раздосадована, улыбнулась мне на прощание. — Спасибо, что подвезли. И извините, я вам не представилась. Меня живут Весна Полич, учусь на фармацевте. Может, еще доведется встретиться в Порторожи? Я пробормотал свое имя, смущенный тем, что она представила первое. Это полагалось сделать мне, как только она села в машину. Она не обратила внимания на мое замешательство, перекинув сумку через плечо, еще раз махнула мне рукой и пошла по улице в направлении, противоположном тому, каким двинулся я. Спустя несколько минут я входил в вестибюль отеля «Палат». Протянув портье удостоверение личности, я спросил комнату, все еще занятой мыслями, о Вернере Райхере. Разумеется, об этой встрече следовало бы сообщить Малину. Но как? Когда я уезжал из Загреба, мне было сказано, что кто-нибудь, Малин или его люди, отыщут меня, когда сочтет необходимым после того, как я устроился в Порторожи. У меня же не было никакой возможности его найти, разве что отправиться в отделение милиции, где меня с ним свяжут. Я решил так и сделать, если в скором времени никто не появится. Встреча с Вернером Райхером казалась мне настолько важной, что я осмелился нарушить инструкцию. Вы желаете комнату с ванной? Я хотел ответить, что мне это безразлично, поскольку я не задержусь в Порторожи. Но тут портье, прочитав мое имя в документах, пустился в извинение. Простите ради Бога. Вы, господин Мирко Цернкович, вы должны были напомнить, комната для вас заказана. Пожалуйста, номер 112 на первом этаже. Я удивился. Подумал сначала, что тут какая-то ошибка, что комната может быть заказана для однофамильца лишь в последний момент. Сообразил, когда я уезжал из Загреба, мне сказали, что Малин уже в Портороже и сам найдет меня, когда будет нужно. Судя по всему, он и заказал комнату, чтобы точно знать, где меня можно найти. Ведь должен же он меня как-то отыскать, чтобы наладить контакт. А потом я подумал, что и у Вернера Райхера свои резоны позаботятся обо мне. В этом не было ничего странного. Он и его люди точно так же хотели иметь полный контроль над моими действиями. Во всяком случае, как бы там ни было, сейчас умнее всего в эту комнату селиться. Это была даже не комната, а номер люкс во всей своей красе. Прихожая, маленький салон, пальмя, ванная. Телефон, конечно. Давненько не пребывал я в таких роскошных хоромах. Ну нет, конечно, не Малин заказал этот номер. Ему такой фасон со мной разводить ни к чему. Это пришло мне на ум, когда я начал размещать бритвенный прибор и прочие туалетные принадлежности в ванной. Да, похоже больше на Райхера. На психику Давид подает намеки, что я смогу так же пылить деньгами, если для него расстараюсь. Я опустился в кресло и, закурив сигарету, принялся размышлять. Малин наверняка уже извещен о моем прибытии в Порторож. Хотя я не заметил, чтобы кто-нибудь меня открыто сопровождал, разумеется, на всем протяжении пути я был под надзором. Может, Малин даст о себе знать. Посему лучше всего вечером не отлучаться. Ужин можно и в номер заказать. Не успел я выкурить сигарету до половины, как зазвонил телефон. Ловко меня достали. Нечего сказать. В номере я всего-то несколько минут. А может, Малин? Я протянул руку и, не вставая с кресла, взял трубку. Алло? Сержант Кович, включай свет. Стало темно. Услышал я мужской голос, какой-то невнятный, явно деланный. Значит, не Малин. Это они. Райхер со своими. Быстро подсуетились, следили, видать, за каждым моим шагом и по минутам рассчитали, когда я поднимусь в номер. Вполне вероятно, кто-то из них поселился в отеле и говорит со мной, по внутреннему телефону, не трудно ведь сообразить, что Малин взял под контроль связь с отелем. Вот только догадался ли он организовать прослушивание и на местной гостиничной станции. Однако времени на размышления не было, мне ничего не оставалось, как ответить. Да-да, это я. Что вам угодно? Незнакомец на другом конце провода гнусно захихикал. Смех звучал глуховато, словно он прикрывал рот носовым платком. А я никого другого не ждал. Ехидно сообщил он. Ладно, некогда дурака валять. Нам угодно с вами встретиться. Вы сейчас сделаете... Вот что... Он на секунду запнулся. Я подумал, что он, вероятно, звонит из тексофона и в этот миг оглядывается по сторонам, проверяет, не следит ли за ним кто-нибудь из прохожих. Если он говорит из кабины, Малин наверняка прослушивает наш разговор. «Дело ваше простое», — продолжал незнакомец. «Спуститесь служебной лестницей в цокольный этаж. Там пройдите через кухню, вроде случайно, мол, заблудились. Выйдите черным ходом, обогните отель и тропочкой через парк...» Незнакомец опять замолчал. Я подождал какое-то время и спросил. «Ну, а дальше, дальше...» «А дальше видно будет...» «Отправляйте сразу!» Аппарат щелкнул и замолчал. Я попытался сделать еще одну затяжку, но сигарета погасла. Что делать? Приказано отправляться сразу. А вдруг Малин слышал разговор и сейчас позвонит, чтобы проинструктировать, как мне себя вести. На это понадобится всего несколько секунд. Я бросил погасшую сигарету, закурил новую. Телефон не звонил. Я медленно направился к дверям, открыл... Ни звука. Неспеша вышел из номера в коридор. Возле открытых дверей задержался еще несколько секунд. Телефон молчал. Дальше медлить было нельзя. Если Малин прослушивал разговор, может, он уже снарядил кого-то подстраховать меня, как только я появлюсь у черного хода, а если нет, если они сумели установить со мной связь вне контроля, тогда... Я и не заметил, как оказался на служебной лестнице. Кто-то из официантов пытался мне растолковать, что я заплутался и даже показал, как пройти в ресторан, поблагодарив, я двинул в обратную сторону через кухню к черному ходу, который заметил, спускаясь с лестницы. Я очутился во дворе, с тыльной стороны отеля. В темноте смутно виднелись какие-то ящики, куча дров, чей-то шепот в самое ухо. «Сюда!» Голос незнакомый, и лица в темноте не видно. Человек стоял у черного хода, поджидая меня. Просипев одно единственное слово, он ухватил меня под локоть и потащил в противоположном направлении, чем то, в котором мне было велено идти. Не в парк, окружавший отель, а через задний двор, к стене, в которой я разглядел маленькую распахнутую дверцу. Если даже Малин прослушивал разговор такого подвоха, он предвидеть не мог. Я не пытался сопротивляться. Ребята, видать, отпетые, и прут к своей цели на пролом. Двоих уже погубили. Голыми руками таких не возьмешь. Через дверцу в стене мы вышли на боковую слабо освещенную улочку. В нескольких шагах стоял черный Volkswagen. На улице, ни живой души, только кошка, перебежав дорогу, исчезла в ограде одной из вилл, расположенных по другую сторону улицы. Я почему-то засмотрелся на красный бантик, повязанный у кошки на шее. Засмотрелся и сам на себя подивился. Тут того, гляди, на тот свет отправят, а я на кошки на бантике отвлекаюсь. Незнакомец подвел меня к Volkswagen. Молча отворил дверцу, толкнул внутрь. Я и теперь не сопротивлялся. Он обошел машину и сел рядом со мной за руль. Не зажигая света, пустил мотор и поехал полутемной улицей. Минуту спустя мы были на перекрестке, где я высадил Весну Полич из рекорда. Здесь он включил фары. В их отблеске я увидел незнакомое лицо. Нет-нет, не Вернер Райхер. Однако я не сомневался, что за всем этим стоит именно он. Все сходилось. И прежняя совместная служба, и старый, никому не известный пароль. Перед отъездом из Загреба я внимательно изучил топографическую карту Порторожа и окрестностей. Мне ее дали в управление у Малина, чтобы я лучше мог ориентироваться в незнакомой местности. Потому сейчас, хоть я раньше никогда тут не ездил, я без труда сообразил, что меня везут по шоссе в сторону Пулы. Молчали. Ему было нечего мне сказать. Что может сказать пешка, выполняющая задание? А я его ни о чем не спрашивал. Знал, что ответа не получил. Единственное, что я себе позволил, это медленно, незаметно обернуться, посмотреть, не едет ли за нами какая-нибудь машина. Фар не было видно. Но, может, Малин едет без света, чтобы не обнаружить своего присутствия. Проехав километров десять, мы оказались перед развилкой. Вправо ответвлялась дорога. Мой водитель, вернее сказать, посетитель, свернул машину туда. Я не видел дорожного знака, но, вспомнив карту, догадался, что мы едем к Савудрии, в селу на западном берегу Истры, километров на двадцать, удаленному от развилки. Я вспомнил еще, что вблизи Савудрии находится какой-то туристический кемпинг. Оказалось, этот кемпинг и был нашей целью. Мой водитель остановил машину на площадке, где уже стояло несколько автомобилей разных иностранных марок. Не ожидая его приказания, я вылез из машины. Он снова ухватил меня под локоть, повторив единственное слово, которым до сих пор меня удостоил. Мы пошли между деревянными домиками в живописном беспорядке, разбросанными по сосновому леску на самом берегу моря. Некоторые были освещены, другие утопали во тьме, и все были обозначены номерами и названиями, которые я не мог прочитать в темноте. Что мы остановились перед домиком номер девять, я определил только, когда мой конвоир толкнул незапертую дверь. Я оказался так близко к номеру, что его можно было разглядеть в полумраке. Домик был не освещен и выглядел пустым. Повинуясь немому приказу, я вошел внутрь. Конвоир закрыл за мной дверь. Голос, показавшийся мне знакомым, произнес на итальянском языке. «Хорошо. А теперь, Пьер, посмотри, нет ли при нем оружия». Увидев, что Цернкович входит в палат, я встал из-за стола, расплатился за кофе и перешел улицу, направляясь к почте, расположенной возле отеля. Бора остался сидеть на террасе кафе Сузанна. Его задача уходила следить, куда двинется Цернкович, если покинет отель. Забору можно было не беспокоиться, с ним все подробно обговорили еще в Загребе. Женщина за окошком любезно со мной поздоровалась, когда я мимо нее проследовал служебное помещение телефонной станции. Для нее я был служащим главной дирекции ПТТ, прибывшим вместе с техником инспектировать телефонное оборудование Портерской почты. Техник на самом деле был сотрудником Коперского управления внутренних дел, выделенным мне в помощь. Конечно, меня уже известили, что для Цернковича по телефону заказан номер в отеле Палас. Именно это и побудило меня организовать контроль всех телефонных разговоров с Паласом, хотя мне не верилось, что для установления контакта с Цернковичем воспользуются телефоном. Однако нельзя было упускать ничего. Местные мои коллеги сочинили легенду об инспекторе из главной дирекции, так что можно было не посвящать почтовых служащих в цель нашего прибытия. Мой техник уже несколько часов торчал на телефонной станции, ожидая, когда вызовут номер 112-й отеля Палас, заказанный для Цернковича. Когда я вошел, он сидел в наушниках. Кроме него в помещении никого не было, станция была автоматическая. Телефонистка, дежурившая на междугородной, помещалась в соседней комнате. Мой коллега прямо-таки вкогтился в линию отеля Палас, прослушивая все разговоры, которые следовали один за другим. А поскольку он и вправду был специалистом в телефонной технике, ему удалось поставить под контроль и местную станцию отеля. После обеда, наведавшись туда якобы по поводу какой-то неполадки, он подключился к номеру 112, и теперь даже возможный внутренний вызов из другого номера отеля попадал под наш контроль. Я считал необходимой такую меру предосторожности, надеясь перехитрить противников. Они могли предвидеть, что мы возьмем под контроль почтовую станцию, зато вряд ли догадаются, что мы прослушиваем и местную, гостиничную. Ведь для этого в самом отеле должен находиться кто-то из наших сотрудников, которого нетрудно расшифровать, просто невозможно, чтобы кто-нибудь из многочисленного гостиничного персонала не догадался об истинной цели его пребывания в паласе. А так, благодаря находчивости моего сотрудника, и эта проблема была решена. В самом отеле я не поместил ни одного человека, зато множество моих людей расположились поблизости, внимательно наблюдая за всеми выходами из паласа. Все они имели фотографию Цернковича, а также точные инструкции, как поступить, если он в одиночку или с кем-то попытается покинуть отель. Правда, для такой осады мне пришлось занять порядочное число людей, чем я ощутимо оголил Коперское управление, но я надеялся, что долго это не продлится. Моим противникам, судя по всему, Цернкович требовался в срочном порядке, и я не без основания полагал, что они не станут зря терять время. Последняя мера предосторожности состояла в том, что несколько наших людей занимались с составлением списка транспорта, машин, яхт, моторных лодок, прибывшего из Триеста и зарегистрированного на границе. В особый успех этой меры я не очень-то верил из-за наплыва туристов, тем более, что мы вообще не знали, на кого следует обращать внимание. Приходилось ограничиваться подозрительными случаями, сомнительными лицами, уже замешанными в контрабанде или других темных билишках. Пока ничего. Известил меня мой техник, когда я вступил в помещение телефонной станции. Он только что приехал, ответил я. Несколько минут ему потребуется, чтобы заполнить бланк и подняться в комнату, так что будем ждать. Я присел на стул, закурил сигарету. Ждать нам пришлось недолго. Не успел я докурить сигарету, как мой сотрудник протянул мне запасную трубку, которую я приложил к уху как раз в тот момент, когда произносили слова «Цернкович, включай свет, стало темно». Последовал ответ Цернковича, приглушенный смех его собеседника, который явно старался говорить измененным голосом. Распоряжение через кухню, вроде случайно, мол, заблудились, выйдите черным ходом, обогните отель тропочкой через парк «Отправляйте сразу». Разговор закончился. Я отложил трубку и спросил, откуда говорю. Из телефонной кабины в Луции. Луция — поселок под Порторожем, точнее сказать, его пригород, расположенный на автостраде, ведущей в пулу. Телефоны в Луции порторожские. Эту кабинку я упустил. Не поставил под контроль, как это сделал со всеми прилегающими к Паласу. На вызов из такой дали я не рассчитывал. Я полагал, что человек, собирающийся вступить в контакт с Цернковичем, должен иметь под наблюдением Палас, чтобы установить точное время прибытия Цернковича, то есть должен находиться где-то поблизости. Ну, что же, вызов из Луции означает, что в акции заняты по меньшей мере двое. Один, карауливший прибытие Цернковича, телефоном известил своего напарника в Луции, а тот вызвал Цернковича. Во всяком случае, тот, кто ждал приезда Цернковича, должен быть где-то вблизи. Он, вероятно, и подойдет к Цернковичу, чтобы дать ему дальнейшие инструкции. Машинальным движением я ощупал пистолет и поспешно покинул почту. Требовалось не более двадцати секунд, чтобы дойти до гостиничного парка, где ждали Цернковича. Своего сотрудника, который с этой минуты следил за отелем, я нашел на условленном месте. Еще не выходил, спросил я, нет. Он появится из-за угла отеля, ему приказано воспользоваться черным ходом и, обогнув здание, пройти в парк. Прошло больше минуты, а Цернкович не появлялся. За отелем в боковой улочке, которую я на всякий случай обошел днем, заработал автомобильный мотор. Из парка я увидел очертание машины, появившейся из-за стены огораживающей отель. Меня удивило, что машина шла, не включив фары, но в следующее мгновение фары вспыхнули и машина исчезла в направлении Луцини. Я перестал о ней думать. Прошла еще минута, Цернкович не появлялся. Я начал беспокоиться, пора бы ему, ведь сказано было, чтобы выходил сразу. Послышали старопливые шаги, только не с той стороны, откуда мы ждали Цернковича, а за нашей спиной. Может, это тот, с кем он должен встретиться в парке? Человек шел прямо к нам, я уже различал силуэт, в нескольких шагах от нас остановился, затем послышался приглушенный оклик. Товарищ Малин. Я узнал голос сотрудника, оставленного на телефонной станции, что заставило ему покинуть свой пост. Я поспешил выйти из укрытия и подошел к нему. Что случилось? Янко, он тот, что дежурил за отелем, говорил он, торопясь и задыхаясь, только что позвонил, кто-то ударил его сзади и оглушил. Очнулся он в кустах перед какой-то виллой, увидел черный Volkswagen, который отъезжал с невключенными фарами. Номер не успел запомнить, едва дополз до телефона и позвонил мне. Ах, черт возьми! Мне сразу же все стало ясно. Негодяи! Сумели-таки обхитрить. Телефонный вызов нужен был единственно для того, чтобы выманить в парк меня. Цернковича никто там ждать не собирался. Его подстерегли у черного входа и усадили в Volkswagen, который стоял в боковой улочке. И я собственными глазами видел, как он отъезжал с невключенными фарами, а моего человека, дежурившего у входа, оглушили. Хорошо еще, что он быстро пришел в сознание. Машина, которую я видел, ушла в сторону Луции. Телефонный звонок тоже был из Луции. Достаточно, чтобы сообразить, в каком направлении надо искать. Причем немедленно, не теряя ни секунды. За мной оба! Позвал я сотрудников. На станции ты больше не нужен. Джульетта стояла перед отелем, а рядом с ней автомашина Копперского управления внутренних дел. Шофер был на готове. Мы с техником сели в мою Джульетту, а наш товарищ вскочил в милицейскую на случай, если погоню придется ввести в двух направлениях. Машины понеслись к Луции. На полном газу я срезал петли дороги, тянувшиеся вдоль морского берега. Навстречу нам прошел освещенный автобус. Вскоре мы влетели в Луцию. Увидев на перекрестке милиционера, я резко затормозил и, не выходя из машины, спросил, черный Volkswagen с немецким номером не проезжал? Минуты две-три назад. Пошел автострадой в сторону пуры. Вперед! Мотор натужно взребел, потянув машину в гору. Все равно далеко Volkswagen от меня не уйти, если только не свернет куда-нибудь. Перекресток. Указатель с броской надписью Савудрия Кемпинг. Я притормозил и подождал несколько секунд, пока нас нагонит другая машина. Вы поезжайте к пуле, крикнул я, и как можно быстрее, а мы в Савудрию. Сам не знаю, почему я решил, что Кемпинг именно то место, может потому, что Volkswagen имел немецкий номер, а в кемпинге останавливаются преимущественно иностранцы. Во всяком случае, на этот раз принимая решение, я опирался исключительно на интуицию. Я был так зол и взволнован, что логически размышлять и строить версии просто-напросто не мог. С автострады я свернул на проселок и вынужден был сбавить скорость. Volkswagen, приспособленный к плохим дорогам, сейчас имел преимущество перед моей Джульеттой, если он вообще находился впереди. Наконец, показался кемпинг. Деревянные домики в сосновом лесу, лишь некоторые освещены. На дороге возле леса я заметил несколько машин, вокруг одной толпились люди, что-то возбужденно обсуждавшие. Среди них два милиционера. Остановив Джульетту, я поспешно выскочил из нее. Мой спутник старался от меня не отставать, я подошел к собравшимся. Они окружили черный Volkswagen с немецким регистрационным номером. Мужчина и женщина что-то наперебой объясняли человеку, который, как я понял из разговора, был управляющим кемпинга и выступал в роли переводчика. Когда я подошел, он говорил, два часа назад машина исчезла. Тогда мы вам и позвонили. И вот только что она опять появилась на месте, с которого была украдена. Из нее что-нибудь пропало, спросил милиционер. Немцы, владельцы машины, что-то ответили и управляющий перевел. Не знают, они еще не смотрели. Кто-то из присутствующих вмешался. Я видел, как она приехала. Из нее вышло двое мужчин и направились в девятый домик. Я точно видел и обратил внимание, потому как уже знал, что машина украдена. Быть этого не может, воскликнул управляющий. Девятый домик вообще не занят. Там никто не живет. Не было смысла задерживаться и расспрашивать людей. Все равно, не теряя времени, я поспешил к домику. Света в нем не было. В одной руке, держа пистолет, другой я рывком распахнул дверь. Ни шороха. Я вошел в домик, нащупал выключатель и зажег свет. Нигде никого. Только пепельница на столике в центре комнаты выдавала чье-то недавнее присутствие. В ней лежало с десяток погашенных окурков. Меня прям-таки распирало от ярости. Перехитрили меня, несмотря на все мои старания. Буквально из-под носа умыкнули Цернковича, краденой машиной, доставили его сюда и снова сгинули, воспользовавшись каким-то транспортом. Провели как мальчишку. По воспоминаниям Мирка Цернковича. Оружение объявил Пьер на итальянском, предварительно прощупав мои карманы. Знакомый мне голос приказал. Тогда пошли. Двое мужчин, подхватив меня под руки, повернули к выходу. Света в домике не зажигали. Кто-то открыл дверь, и мы вышли. Тот же голос сказал на моем родном языке. Цернкович, предупреждаю, не глупите, ведите себя тихо. С вами ничего не случится. Вперед. На улице было совсем темно, и я не мог разглядеть лиц своих конвоиров. По звуку шагов я чувствовал, что за нами идет еще кто-то, один или двое. Выйдя из домика, мы направились в глубину леска, окружавшего кемпинг. Там уже не было жилья, и вряд ли можно было встретить в такую пору кого-либо из обитателей. Получив момент, я огляделся в надежде увидеть Малина или кого-то, кому можно обратиться за помощью, но не души. Самое паршивое в моем положении было то, что я не знал, упустил ли меня Малин из виду или нарочно позволяет меня увезти, чтобы таким манером добраться до логова шайки. Я, признаться, чувствовал себя в новой компании не слишком уютно. меня торопливо вели к морю. Видимо, они опасались погони, хотя им и удалось весьма ловко выманить меня из отеля. Это оставляло надежду, что Малин еще успеет вмешаться. Я пытался их задержать, делая вид, что спотыкаюсь, но меня безбозно волокли вперед, так что все мои уловки были ни к чему. У самого берега стояла довольно большая яхта. Мотор уже работал, но очень тихо. Вы что, ножки смочить боитесь? Подстегнул меня голос, когда я замешкался, пытаясь оттянуть отплытие и все еще надеясь, что вот-вот появится Малин. Признаться, пока меня вели по лицу, я не заметил, чтобы за нами кто-нибудь наблюдал. К тому же яхта стояла достаточно далеко от того места, где были лодки, принадлежащие кемпингу. Ну что ж, предусмотрительности моим похитителям не откажешь. Телохранители приподняли меня и буквально забросили на яхту и сразу же вскочили сами, а затем и те двое, что шли за нами. Значит, их было четверо. Нет, было их самое меньше, пятеро, только мы оказались на яхте, она направилась в открытое море, пятый, видимо, находился у руля. Вперед, пройдите в каюту, Цернкович. Последовала новая команда. Кто-то открыл дверь каюты и втолкнул меня. Вслед за мной вошли остальные. Когда дверь закрылась, зажегся свет. Передо мной стояли четыре совершенно незнакомых мне мужчины. Один из них красивый, темноволосый, еще, держа руку на выключателе, откровенно усмехался. Как же так? Да, к яхте меня вели четверо, только, судя по голосу, который я узнал, один должен быть Вернером Райхером, а как раз его-то в каюте и не было. Что это значит? Или я ошибся, подумав, что узнал голос? Или он спрятался где-то, не желая показываться и подставив вместо себя нового человека? Очень может быть, что Райхер только присутствовал при моей погрузке и убедившись, что все в порядке, опять скрылся. Команды по пути к яхте были попыткой психологического воздействия на меня желанием припугнуть. Темноволосый красавчик, зажегший свет в каюте, протянул мне руку. Наконец-то я могу вам сказать «Добро пожаловать!» произнес он подружески и извиниться за не очень ласковое обхождение. Но вы должны понять, нас к этому вынудили обстоятельства. Голос незнакомый. Нет-нет, я ни в коем случае не мог его принять за голос Райхера. Значит, Райхер где-то на яхте, только все еще не показывается. Я принял руку, глядя на него с опаской, а он, не переставая улыбаться, начал представлять мне остальных. Это Пьер, мой добрый приятель и владелец коробки, на которой мы плывем. Говорит только по-итальянски. Это о том, который обыскивал меня, когда я оказался в кемпинге. Мы с ним терзкие, продолжал красавчик. А эти двое, Луиджи и Джанни, тоже изъясняются по-итальянски. Он обернулся к тройке. Ну, чего ждете? Надо поздороваться. Я молча обменялся рукопожатием со всеми тремя. При этом каждого рассмотрел хорошенько. Да, Луиджи здоровяк, похожий на боксера. Тот самый, что привез меня в кемпинг. Я узнал его не столько по лицу, сколько по фигурик, который успел приглядеться, хотя мы ехали в темноте. Я неплохо говорю по-итальянски, однако решил этим не хвастать. Может, на что-нибудь сгодится. Красавчик Пьер, словно прочитав мои мысли, заметил, я наслышал, что вы знаете итальянский. Так что не надейтесь, секретов на этом языке вы не узнаете. А если надумаем посекретничать, мы с вами будем пользоваться вашим родным. Вы стало быть итальянец? Спросил я, стараясь держаться как можно непринужденнее. Красавчик Пьер ухмыльнулся. На вашем месте я бы не был столь любознательным. Уж позвольте, я буду вас информировать в той мере, в какой сочту необходимым. Да, забыл вам представить еще одного члена нашей команды. С этими словами красавчик Пьер открыл люк, и из машинного отделения показалось черное лицо человека, который управлял яхтой. Негр. Это меня поразило. С какой стати он в этой компании? Неужели Вернер Райхер взял в подручное темнокожего? Этот фанатик чистоты арийской расы? Наш Джонни, американец, мулат, порекомендовал его красавчик Пьер. Дезертировал из армии еще во время войны, и вот уже несколько лет мыкается в Италии. Бедняга не знает, что его ожидает завтра. В последнее время делает кое-что для меня. Я помог ему скрыться от полиции. Классный водитель и механик. К сожалению, говорит только по-английски, знает всего несколько итальянских слов. Я по-английски не говорю. Из всех пояснений Пьера я понял, что он прекрасно обо мне осведомлен. И это отнюдь не радовало. Меня все больше охватывал страх. Но страха никак нельзя было показать. Приняв беспечный вид, я поинтересовался. Ну что ж, встретили вы меня хорошо, со всеми перезнакомили. Так что остается только объяснить мне, зачем меня притащили сюда. Красавчик Пьер противненько ухмыльнулся. Придется вам потерпеть немного, да, потерпеть, ответил он. Прошу следовать за мной. Хочу вам показать одну интересную штучку, очень даже занятную штучку. В его голосе я уловил угрозу. Подхватив под руку, он вывел меня на палубу. Склад у нас на корме, объяснил он. Там и хранится мой сюрприз. Я не стал упираться. Пока мы шли, я успел бросить взгляд на берег, огни кемпинга уже не виднелись. Мы плыли в километре от берега в сторону Триеста. Неужели они собираются переправить меня через границу и не боятся? Ведь их в любой момент может остановить патрульный катер. Тут я вспомнил, что туристский сезон уже в разгаре, и ежедневно по Адриатическому морю проходит множество яхт и моторных лодок с иностранными туристами. Вряд ли наши пограничники останавливают их в открытом море. Зачем доставлять гостям лишние хлопоты проверкой документов достаточно досмотра по прибытии в какой-либо порт. После такого заключения я окончательно расстроился. Если им удастся беспрепятственно перебросить меня в Италию, то пиши пропало. Пьер поднял крышку люка. Под ней оказалось помещение размером с большой ящик. Карманным фонариком он осветил его. Я увидел своего зятя Влада Мандича сключенного связанного по руками ногам. Влада сразу узнал меня. Стал молить. Лицо искажено страхом. Мирко, Мирко, это ты помоги мне, помоги. Красавчик Пьер опустил крышку стоны Влада стали глуши. Меня душила бессильная ярость. Я готов был броситься на этих людей и задушить их голыми руками. Лупее ничего не придумаешь. Четверо против одного, к тому же наверняка вооруженных. Оставалось сжимать кулаки в беспомощной злости и давать самому себе клятву, что они заплатят для всех. Вот так-то. Ну, а теперь можно и побеседовать. Не без иронии заявил красавчик Пьер, подхватив меня под руку и увлекая обратно в каюту. Пока мы отсутствовали, на столике появилась бутылка виски и два бокала. Я понял, что беседа пойдет с глазу на глаз между мной и Пьером. Бутылка была откупорена и содержимого в ней не доставало пальца на Я взглянул на этикетку, вот как белая лошадь решили побаловать настоящим скотчем. Пьеру садил меня на скамье у стены, остальных выставил вон, закрыв дверь, уселся напротив. Ну что ж, приступим, произнес он и на лице его заиграл торжествующий смешок. Считал, видимо, что я у него в руках. Можно. Ответил я и налил виски в оба бокала. Пьер с удовлетворением одобрил. Браво, браво, похоже, с вами действительно можно столковаться. С каким бы удовольствием я съездил его по физиономии за эти издевательства. А не перекинутся ли нам в картишки? Неожиданно предложил Пьер. Я удивился. Значит, ему и это известно. Когда это я был азартным игроком, а в покере, как говорится, не имел себе равных. К чему он мне сейчас об этом напоминает? Заметив мое удивление, Пьер снова издевательски усмехнулся. Нет, 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 только не в покер. Наперед знаю, что проиграю. А мне надо непременно выиграть. Да, выиграть. Я выпил одним глотком виски и поинтересовался. А что, собственно говоря, собираетесь выиграть? Вас торжественно объявил Пьер. Точнее сказать, вашу полную откровенность. Я промолчал. Ждал, пока он выложит свои карты. Он это понял и продолжил. Вы убедились, что ваш зять находится у меня. Подумайте, как вас встретит сестра, если узнает, что лишилась мужа только потому, что вы со мной не были паинькой. Как только он предъявил мне связанного Влада в этой дыре, я понял, он будет меня шантажировать. Пьер, подлив мне виски, снова заговорил, ваше прошлое известно мне довольно хорошо. Может, вас это удивляет, ведь я гораздо моложе, и мы никогда не встречались, но мне могли и рассказать о вас кое-что. Знаю я, кто мог рассказать Вернер Райхер. Я перебил Пьера. А нельзя ли поближе к делу? Почему такое вступление? Я считаю, что вступление необходимо, отрезал Пьер, не смутившись моим замечанием. Что ж, постараюсь быть кратким и не особенно вам докучать. Представьте себе, я хорошо понимаю ваше теперешнее состояние. Восемнадцать лет за решеткой, долгожданная свобода, никаких желаний, кроме тишины и покоя, и вдруг являемся мы и втягиваем вас в какую-то авантюру, да еще шантажируем жизнью зятю. Но мы готовы вам и предложить кое-что. Например, десять тысяч долларов наличными, паспорт в Канаду или в любую другую страну по вашему выбору. Я прокинул второй бокал, не обращая внимания на то, что Пьер к своему даже не притронулся. Десять тысяч долларов и паспорт в Канаду. предложение не дурное. Если мы столкуемся, зятя вашего, конечно же, сразу отпустим. Меня вдруг начала одолевать сонливость. Неужели я так опьянел после двух рюмок? Или было больше? Голос Пьера звучал словно бы издалека. два часа и эта яхта домчит вас в Венецию? Только сначала вы должны нам помочь кое в чем. С такими деньгами в кармане начать новую жизнь, с комфортом можно где угодно, только не в Югославии, вы сами понимаете. в глазах у меня все поплыло. Красавчика Пьера я видел теперь словно в тумане. Он то увеличивался в размерах, то исчезался всем. И тут, напрягая до крайних пределов помутившееся сознание, я понял, мне что-то подсыпали виски, какой-то наркотик. Поэтому Пьер и не пил, а только подчевал меня. Мне показалось, что я падаю в бездонную пропасть. Я попытался за что-нибудь ухватиться, глаза закрывались сами собой. Усилием воли я сумел их открыть на мгновение. Вокруг чьи-то смутные лица меня куда-то несут. Последнее, что я увидел, светловолосая голова, склонившаяся надо мной. Вернер Райхер, да, Вернер Райхер. Значит, он все же здесь, на яхте. После этого я окончательно потерял сознание. Искать что-нибудь в кемпинге не имело смысла. Я поговорил с управляющим, с милиционерами, с немецкими туристами, у которых угоняли машину, кое с кем из обитателей кемпинга. Вучко, обнюхав черный Volkswagen, рванул к домику под номером 9, а затем, отмахав по взятому следу несколько сот метров, вывел меня на пустынную часть берега. Опрошенные в один голос утверждали, что ничья машина не покидала кемпинга с тех пор, как нашелся украденный Volkswagen и все лодки, принадлежащие кемпингу на месте. Никем также не было замечено, чтобы в интересующее меня время какая-нибудь моторка отошла от берега в районе кемпинга. И все-таки я был убежден, что Царнковича увезли по морю. Вучко со своим непогрешимым нюхом был для меня куда авторитетнее беспечных туристов, не имевших причины вглядываться в происходящее вокруг. То, что Вучко вывел меня к берегу, где след потерялся, могло означать только одно. На этом месте похитители усадили Царнковича на свою посудину и уплыли. Вот только куда? Взяли ли они курс на Италию или укрылись где-то на нашем берегу? Так или иначе, в данный момент мне не оставалось ничего другого, как проследовать в свою Джульетту и поскорее связаться по радио с Коперским управлением внутренних дел. Известив дежурного о похищении Царнковича, я попросил предупредить сторожевые катера, в обязанность которых входило следить за тем, чтобы чужие суда не заплывали нелегально в наши воды. Я понимал, конечно, что принимать подобные меры поздновато, пока предупрежденные сторожевики прибудут в район кемпинга, судно с похитителями может оказаться далеко за пределами югославских территориальных вод. Разумеется, если по чистой случайности оно само не наткнется на наш постоянный морской патруль и не вызовет чем-либо его подозрений. Если похитителям удастся переправить Царнковича через границу, у меня не останется никаких шансов их поймать, разве что проверить, какие туристические суда за последние несколько часов зарегистрировали у портовых властей свое отбытие из Югославии. По правилам каждое иностранное судно, будь то яхта или моторка, обязано отметить в порту свое прибытие и отбытие. Видимо, нашему управлению придется снести с итальянскими властями и обратить их внимание на подозрительных мореходов. Разговаривая с Копером, я попросил приготовить мне данные такой регистрации. Они пообещали сделать, но не раньше завтрашнего утра. Надо было связаться с Младеном и известить его о полном провале операции, в котором виноват был один только я. Нельзя было ни секунды оставлять Царнковича без надежного телохранителя, а я вместо этого сам попал в просак подловили меня на телефонный разговор и из-под носа увели человека. Конечно, задним числом легко рассуждать о том, что следовало бы предпринять. Со злости на самого себя я стал во всем винить Царнковича. Начал подозревать, что он меня в сущности обвел вокруг пальца, использовал случаи, чтобы улепетнуть за границу с теми, кого я считал его похитителями. Но и тут опять же виноват я. Именно мне принадлежала идея через Царнковича выйти на этих людей. Я долго колебался, сразу ли поговорить с Младеном или еще повременить. Вообще было бы куда приятнее, если бы кто-нибудь другой сообщил ему о моем фиаско. Все же чувство долгого мне победило, и я попросил соединить меня с Загребом. Пускай накричит на меня, пускай отчитает, так мне и надо за мои промахи. Соединили сразу. Дежурный сообщил, что Младена нет на месте. Однако меня это не обрадовало. Уж если предстоит нахлобучка, пусть это произойдет как можно скорее. Я коротко сообщил дежурному о случившемся, попросив обо всем доложить Младену. Под конец спросил, есть что-нибудь для меня? Да, есть кое-что. Товарищ Младен ждал вашего вызова. Он просил вас связаться с ним завтра в семь часов. Он будет на месте. Закончив разговор, я выкурил сигарету, размышляя, что можно сделать в сложившейся ситуации, выискивая какой-нибудь контр-ход, но ни до чего путного не додумался. Позвал своего сотрудника и сказал ему, что мы возвращаемся в Порт-Руж. Он, как и я, был подавлен неудачей. За всю дорогу мы не проронили ни слова. На развилке при въезде на пулскую автостраду мы увидели машину из управления с нашими товарищами, которых я выслал к шоссе. Они, оказывается, встретили милицейскую патрульную машину, и патрульные сообщили, что черный фольксваген в сторону пулы не проезжал. Поэтому они повернули назад в надежде, что нам повезло больше. К сожалению, они ошиблись. В Порт-Руж я вернулся в конец расстроенным. Бору нашел у кафе Сузанна. Хотя уже давно перевалило за полночь, и кафе было закрыто, он сидел на опустевшей террасе с понятным нетерпением поджидая меня. Ему сообщили, что Цернкович вышел из отеля, а я пустился за ним в погоню. Что случилось дальше, он не знал. Я устроился рядом с ним, поблагодарил товарищей за сотрудничество, и когда мы остались одни, поведал о своем невезении. Он не сказал ни слова. Все понятно. Считает, что не его ума дело критиковать старших по званию. Я чувствовал себя подавленным и усталым после всех этих передряг. Рюмка спиртного была бы сейчас весьма кстати, чтобы успокоиться. Было уже поздновато, однако бар в отеле Палас сработал. Я пригласил Бору составить мне компанию, но он отказался. Тогда я попросил его отвезти Вучку в отделение милиции, не тащить же мне пса в гостиницу, где мне был заказан номер. Мы расстались, и каждый пошел в свою сторону. В баре я задержался недолго, оркестр уже ушел, и публики оставалось немного. Мое внимание привлек мужчина с непомерно длинным носом, еле держась на ногах, он тем не менее осаждал барменшу за стойкой. Изъяснялся он по-итальянски, и похоже, они плохо понимали друг друга. Выпив свою рюмку, я вышел из бара. Ута уже потихоньку занималась. Предутренняя прохлада освежила меня, и я не спеша отправился берегом в гостиницу. Поспать мне придется совсем немного, на семь назначен разговор с младеном. Я подумал, что, пожалуй, лучше бы вообще не ложиться, а то подниматься будет куда тяжелее, может погулять пока, а там уже и семь. Я повернулся и пошел в другую сторону. Подходя к кафе Ядрон, примастившемуся у самой воды, услышал громкие голоса. Припирались двое. Сделав еще несколько шагов, я увидел красивую, довольно большую яхту, стоящую у мола. Название я не разглядел, его скрывал парапет. Мужчины стояли возле яхты на берегу. Черноволосый смуглый парень пытался утихомирить того самого насатого итальянца, которого я приметил в баре. В стельку пьяной насатой размахивал бутылкой и не хотел слушаться приятеля, который уговаривал его пойти на яхту и хорошенько проспаться. Я вообще не охотник до подобных сцен, в таком настроении, как сейчас и подавно, но ретироваться было уже поздно, насатый меня заметил и, видимо, несмотря на хмель, припомнил, что мы только что виделись в баре. Вырвавшись от приятеля, он вернулся ко мне, протягивая бутылку и вопяно итальянского моей дружище выручай, не дает выпить, пузырек отнимают, на, держи, пей хоть ты. Я едва успел поймать бутылку, выскользнувшую у пьяного из рук. Тут его нагнал приятеля, подхватил, хватит, хватит, пьер, с угрозой произнес он на итальянском. Я что сказал, хватит, пора спать. Ну, пьер, пьер, отбивался пьяный, еще немножко. Я понял, что они тезки, оба зовутся пьерами. Отпрянув от носатого, шатавшегося из стороны в сторону, я протянул бутылку его трезвому приятелю. Возьмите, пожалуйста, сказал я по-итальянски. Пить я, конечно, не собираюсь, но если вам нужна моя помощь... Нет, нет, спасибо, не нужна. Не дал мне договорить трезвый пьер. Дружок у меня перебрал, да я с ним управлюсь сам. Я повернулся и пошел своей дорогой, оставив пьеров разбираться между собой. Не встретив в баре носатого, я, может, с большим интересом посмотрел бы на яхту, пришедшую, по всей видимости, из Италии. В альве этой пары не приходилось сомневаться, всю ночь проторчали в баре. Небо на востоке стало незаметно бледнеть, еще немного и рассветет. Я пошел к машине, стоявшей неподалеку от паласа. На улицах полные безлюдья, город еще спал глубоким сном. Огни у входа в бар погашены, спокойствие абсолютное. Я отпер дверцу своей машины. И тут я услышал шаги. Нетвердые, словно сильно подвыпившие, возвращаются домой после хмельной ночи. А затем страшный хрип. Секунды позже я увидел человека. Он шел через парк от моря и остановился, ухватившись за дерево. Казалось, вот-вот рухнет. Заметив меня, открыл рот, видимо, хотел позвать, однако не смог произнести ни звука. Возиться с пьяными я не люблю, хотя оставить человека в беде, даже если он угодил в нее по собственному легкомыслию, тоже не в моих правилах. Захлопнув дверцу машины, я подошел к человеку. И тут только понял, что он вовсе не пьян, он был ранен. Одежда мокрая, словно недавно из воды вылез, нагрузит темное пятно крови, сочившееся из раны. Черное лицо человека, это был негр, поселило от потери крови, рот его открывался машинально, но голоса не было, одни хрипы. Прежде чем я успел его подхватить, негр потерял равновесие и рухнул на землю. Я поспешно опустился на корточки и приподнял ему голову. Глаза были закрыты, на губах выступила кровавая пена. Я расстегнул мокрую рубашку и прижал к раненосовой платок, чтобы хоть немного приостановить кровотечение. Времени осмотреть рану, наживая она или огнестрельная, не было. Силы раненого были на исходе, он нуждался в срочной медицинской помощи, только бы она подоспела вовремя. Я огляделся, вокруг ни души. Устроил раненого поудобнее, прислонив его спиной к дереву, возле которого он рухнул и побежал к Джульетте. Переносить его в машину я не решился, опасаясь, что он умрет у меня на руках. К тому же я не знал, где тут в Портороже пункт скорой помощи, так что самое лучшее поскорее вызвать врача. Я сделал то, что представлялось самым простым и быстрым. Уселся в машину и засигналил резкий клекочущий звук, разорвал глубокую предутреннюю тишину. Через несколько секунд появился дежурный милиционер. Углядев меня, ринулся к машине с криком, какого черта расстроился в такое время? Не знаю, что запрещено. Пьяный, что ли? Вместо ответа я протянул ему служебное удостоверение и объяснил, человек тяжело ранен, немедленно вызовите скорую помощь, я останусь возле него. Милиционер, сообразив, в чем дело, без лишних слов повернулся и побежал. Я возвратился к раненому. Теперь глаза его были открыты. Он глядел прямо на меня, когда я присел возле. Рот его открылся, запенившись кровью. Он силился что-то сказать. Сквозь хрипы и клекок я успел разобрать несколько слов, произнесенных по-итальянски. полиция, яхта, копер. В первый момент я не мог уразумить смысла без связных слов. Раненый пытался сказать что-то еще, но силы его быстро таяли, глаза закрылись и тело обмякло у меня на руках. Примчалась скорая помощь. Врач и два санитара с носилками бежали к нам в сопровождении милиционера. Врач склонился над раненым, щупал пульс, пока санитары готовили носилки. Ну как, спросил я, когда он выпрямился, давая знак санитарам взять раненого на носилки. Лицо врача было озабочено хмуром. Вряд ли выжит. Уже агония началась. Повезем в копер в больницу. Я распоряжусь по радио приготовить все необходимое для переливания крови. Только сомневаюсь, что успеем. Санитары подняли носилки. Безжизненно свисавшая рука мешала поставить их в машину. Один из санитаров подхватил ее и положил на носилки, заметив при этом «Кажись, готов». Врач, ничего не сказав, устроился на сидении рядом с носилками. Я видел, как он снова прощупывает пульс. Что он ответил на замечание санитара, я не слышал. Машина уже мчалась в сторону копера. Милиционер остался со мной. Я рассказал ему, как увидел раненого, бредущего через парк, попросил составить служебный рапорт. Мне тоже придется заехать в коперское управление, дать объяснительную записку по поводу этого случая. Отказыряв, постовой направился в свое отделение милиции. Некоторое время я не двигался с места. Закурил сигарету, обдумывая происшествие. Человек, конечно, мог пострадать и в обычной пьяной ссоре. Что он иностранец, сомнения не было. Во всей вероятности моряк. Только ведь порторский порт крупных судов не принимает. Это, собственно, и не порт даже, а маленькая пристань для моторных лодок и шикарных яхт. А может этот негр с какого-нибудь судна, пришвартовавшегося в пиране? Нет. Наверняка нет. День назад я был в пиране в пароходке по поводу иностранных судов, пребывающих в этой части наших вод, и точно знаю, что нет ни одного большого иностранного судна, бросившего там якоть. Одежда раненого была мокрой, словно он перед самой нашей встречей вышел из воды. На тропинке в парке, по которой он шел, отчетливо сохранилась мокрая полоска, с его одеждой стекала вода, полоска вела к морю. Туда я и направился. Берег в порту рожа по всей длине одет в каменные глыбы и бетон. Через каждые десять шагов высечены ступеньки, ведущие к воде и к ложкам, привязанным вдоль берега. Мокрый след привел меня к одной из таких лесенок. Да, здесь он вышел из воды. Мокрый след на бетоне указывал, с каким трудом карабкался он по ступенькам, вот тут наверху полежал, собираясь силами, чтобы встать. кровь уже размыта водой, значит, ранен он был не здесь, а раньше, может быть, когда прыгал в воду, а может, его сбросили в воду раненого. Во всяком случае, необходимо найти то место, где его столкнули в воду. Я медленно двинулся вдоль мола, высматривая следы крови. Конечно, случай этот в сущности меня не касался, но не лишне было им заняться хотя бы до тех пор, пока не прибудут сотрудники Коперского управления, чтобы начать расследование. Раз уж я оказался здесь, может, мне удастся обнаружить что-нибудь такое, что пригодится моим коллегам и облегчит их дело. На молу я не обнаружил следов крови и хотел было вернуться на то место, где нашел раненого, но что-то меня удерживало, словно чего-то не хватало. Да, ну, конечно, не было той красивой яхты, в которую заталкивал своего пьяного тезку итальянец Пьер. Выходит, за это время она сняла якоря и была такова. И вдруг меня словно осенило. Все вставало на свои места. Я теперь иначе понял слова, сказанные в агонии. Яхта вполне могла принадлежать людям, похитившим Цернуковича из кемпинга в Саудрии. Яхта шла в Порт-Рош вдоль самого берега, в то время как наши патрульные катера утюжили море, поскольку мы предположили, что похитители направятся в Италию. У нас этого пьера алиби не было. Меня сбило с толку встреча в баре, а он вполне мог надраться, пока я управлялся с делами, налаживал связь с копером, загребом, организовывал погоню за яхтой, разговаривал с борой. Я еще находился в Саудрии, тщетно пытаясь обнаружить там след посетителей, а яхта уже прибыла в Порт-Рош. Именно в это время носатый Кьер улизнул из-под контроля своего шефа в бар и нагрузился там до такой степени, что его силком пришлось водворять на яхту. Преступники спешили уйти от погони. Откуда взялся этот человек и почему его пытались убить, оставалось загадкой, во всяком случае его слова могли означать только одно «Надо известить милицию о том, что яхта направляется в сторону Копера». Я побежал к машине. Пустив мотор, включил рацию и связался с Коперским управлением милиции. Нервозно принялся диктовать дежурному описание яхты приметы итальянцев, которых знал только по имени. И был весьма удивлен, когда дежурный ответил «Да, мы уже предупреждены об этой яхте. Пришла два дня назад из Триеста, прибытие зарегистрировала в Коперском порту владелец Пьер Кьеза. Патрулям приказано задержать яхту немедленно, как только будет обнаружено». Откуда поступила информация, дежурный не знал, а я тоже не мог додуматься, кто предупредил управление. Впрочем, сейчас это было не самое важное. Я сообщил дежурному, что есть основания ждать появления подозрительной яхты в Копере. Надо известить об этом патруль. Однако, добавил я, не исключено, что вопреки моим предположениям яхта из Порторожи направится прямо в переезд. В заключении я сообщил, что немедленно выезжаю в Копер. Было почти семь. По дороге в Копер я решил поговорить с Загребом. Соединили, когда я начал спускаться к Изоле. Младен был уже на месте и ждал моего вызова. Дежурный радист тотчас нас соединил. Я ожидал, что Младен первым делом напустится на меня за вчерашний промах и приготовился. Удешался только тем, что это продлится недолго, да Копера рукой подать, а там мне надо лететь в порт, управление, узнавать, нет ли сведений о яхте. На своей Джульетте я надеялся попасть в Копер раньше преступников. Им по морю придется сделать крюк вокруг мыса, на котором стоит пиран. У яхты есть преимущество во времени, зато моя машина быстрее, путь короче. Если информация раненого точна, вернее, если я правильно истолковал его слова, у меня еще оставался шанс носить банду в Копере. Вопреки моим опасениям, Младен, судя по голосу, пребывал в добром расположении духа и ругать меня вовсе не собирался. Не дав мне даже начать рапорт, он заговорил сам. Хорошая новость, Малин. Ты вчера вечером не объявился, и я тут кое-что предпринял на свой страх. Уж не нашелся ли Владу Мандич? Воспользовался я мгновенной паузой. Нет, нет, тут дело поважнее, ответил Младен. Помнишь, я говорил тебе о капитане тресской полиции Девитти. Мы еще сконтактировались с ним, когда запрашивали данные на ФИАК. Ну, помню, помню, конечно. Так вот, этот самый Девитти здорово нам помог. Вчера вечером, когда ты орудовал в порту рожа, он позвонил мне и сообщил кое-что. Короче говоря, он меня попросил о сотрудничестве. Тресская полиция напала на след банды, которая в последнее время распространила свою деятельность и на Югославии. Совместными усилиями наших и итальянских органов больше шансов поймать их. Я проехал Изову и приближался к Коперу. Младен продолжал. У них там история началась с этого Пьера Кьезы, сына владельца магазина в Венеции. Молодой человек влез в большие карточные долги. Отец вместо того, чтобы взять да выплатить их, заортачился, узнав, что сынок немалый поклонник Бахуса, к тому же спутался с какой-то шайкой. Ничего не говоря сыну, отец сообщил о его карточных злоключениях в полицию. Полиция, пройдясь по связям молодого Кьезы, установила, что он решается с профессиональным карточным шулером. Последний, к сожалению, наш землячок. В погоне за легкой жизнью он несколько лет назад переправился нелегально через границу. Зовут Петер Левник. Я начинал кое-что понимать. Даже прервал Младена вопросом. А как он выглядит, этот Петер Левник? Сейчас ему 30 лет, черноволосый, смуглый и довольно красивый малый. Не в пример Пьеру Кьезе, который, судя по описанию Девитти, фигура скорее комическая со своим длинным носом. Вот оно, носатый Пьер и тезка уговаривающие его. Слушай дальше, продолжал Младен. Левнику было выгодно держать Пьера Кьезу в должниках. Он начал его шантажировать, и тот по уговору Левника порвался отцом и на своей яхте отправился из Венеции сперва в Триест, а два дня назад оказался и в Югославии. Про темные делишки Левника полиции было уже кое-что известно, только не хватало доказательств для ареста. Итальянской полиции удалось ввести в дело своего человека, мулата какого-то. Тот устроился механиком на яхту Пьера Кьезе и информирует полицию о действиях своего хозяина. Так вот, этот мулат, стало быть, успел сообщить Девитти о прибытии Пьера Кьезу в Югославию. И что еще важнее, стало известно о связи Левника с Янезом Верховчевым, который в Триесте был частым гостем. Девитти подозревал, что эти двое переходят границу тайком, но улик не хватало, а когда мы сообщили об убийстве Верховчева и о тех нарушителях, все ясно, младен, пришлось прервать его, так как я уже въезжал в Котлер. Все верно, наши подопечные путешествуют на яхте Пьера Кьезы, а Мулат тяжело ранен, они его раскрыли. Смертельно? Забеспокоился младен. Еще не знаю, увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Успел сказать несколько слов перед тем, как потерял сознание. Потому-то я и спешу в Котлер, надеюсь, яхта здесь появится. Ну вот я и приехал. Хорошо, заключил разговор младен, тогда не теряй времени и сообщи, если что. Еще момент, младен, капитан Девитти хоть что-нибудь знает о планах Левников в Югославии? Нет, ничего, жаль. Но я уже в порту младен, закругляюсь пока, пока мален. Закончив разговор, я поставил машину поблизости от автобусной станции рядом с портом. Заперев ее, стал прогуливаться по берегу, внимательно всматривая в выстроившиеся вдоль мола суденышки в надежде увидеть среди них яхту Пьера Кьезы. Я сразу заметил в порту несколько лишних милиционеров. Коперское управление усиливало бдительность. Яхты Пьера Кьезы не было. Или она еще не прибыла, или раненый тот находился в заблуждении. Я уже собрался отправиться в управление, чтобы кое-что уточнить, как увидел рейсовый катер, входивший в Коперский порт, он пришел из Пирана. Катер был маленький, витком набитый пассажирами, которые повалили на берег, лишь только спустили сходни. Мне пришлось спадаться в сторону, чтобы не оказаться в толпе. И тут я заметил двух мужчин, чьи лица мне были очень даже знакомы. Они сошли с катера и в нерешительности остановились, словно раздумывая, куда же идти. Прошли мимо, не обратив на меня внимания. Естественно, ведь они меня не знали в лицо, зато я их в видеономии запомнил по фотороботу, изготовленному в Любляне. Похитители автомобилей, убийцы американского туриста, один высокий и молодой, другой здоровяк средних лет, смахивающий на боксера. Я пошел за ними. Сделав несколько шагов, они задержались около лотка с фруктами. Я заметил, как один из милиционеров делает знак другому, приглашая его следовать за подозрительной парочкой. В ладони милиционер держал фотографию, слечая изображение с физиономиями мужчин, а те и не догадывались, что уже замечено опознанно, покупали фрукты, беспечно болтая с продавщицей по-итальянски. Милиционеры подошли к ним с обеих сторон. Я не стал им представляться, чтобы не привлекать внимание преступников, но занял такую позицию, откуда можно было помочь товарищу, если бандиты окажут сопротивлением. Я не слышал слов милиционеров, лишь по жестикуляции понял, что они вежливо требуют предъявить документы. Преступники тревожно переглянулись. Этого они не ожидали. Тот, что постарше, сунул руку во внутренний карман пиджака, якобы за бумажником, вместо этого в руке оказался пистолет. Оба милиционера, готовые к схватке, бросились на него. Второй бандит помоложе не стал терять времени даром и пустился на утек. Рядом, однако, был я. На меня он как раз и мчался. Ничего мудреного не потребовалось, чтобы подставить ножку, и он во весь рост растянулся на тротуаре, ударившись подбородком об асфальт. Да так и остался лежать, потеряв сознание и способность двигаться. Я не видел, как милиционеры управились со вторым бандитом. Когда я обернулся, на руках у него уже были наручники, а один из милиционеров подходил ко мне, протягивая руку со словами благодарности. Спасибо, товарищ, что помогли. Хотелось бы узнать ваше имя, чтобы упомянуть в рапорте. Я принял протянутую руку и, улыбнувшись, сказал, сперва наденьте наручники этому ловкачу, пока он не очухался, а между собой мы как-нибудь разберемся, я тоже из органов. Милиционер послушался, не колеблясь. В мгновение ока защелкнулись наручники на запястьях бандита, который уже пытался подняться. Разумеется, этот инцидент в центре города привлек внимание прохожих, нас тут же окружили, а со всех сторон подходили новые любопытствующие. Были среди них и иностранцы, раздаваясь удивленные возгласы, то на немецком, то на итальянском языках. Чтобы избежать объяснений и восстановить нормальную атмосферу, я дал знак милиционерам увезти задержанных, а сам громко сказал, обращаясь к собравшимся. «Жулики! Обычные карманники!» Наконец-то попались. Я поспешил в управление. Клубочек начал разматываться. Двое бандитов у нас в руках. След банды, потерявшейся после похищения Цернковича, найден. Когда я явился в управление, оба задержанных, все еще в наручниках, стояли перед следователем. Уже знакомый мне следователь просматривал вещи, которые милиционеры вынимали у них из карманов. Я не обратил на них особого внимания. Голова моя была занята совсем другим. Единственное, что заметил, пистолеты, лежавшие на столе. Значит, оба бандита были вооружены. Поздоровавшись, я отвел следователя в сторонку и тихо спросил, поступили какие-нибудь сведения о яхте Пьера Кьезы? «Пока ничего», ответил он. «Патрульные катера все время в море, но яхту еще не обнаружили». «Есть основания полагать», сказал я, «что яхта не придет в Копер, как я думал утром. Может, полученная мной информация относилась к этим типам, а ведь они прибыли рейсовым катером». «Зря волнуетесь». Успокоил меня следователь. В триест яхта никак проскочить не могла. Патрульные катера были предупреждены своевременно, еще до того, как вы нас о ней известили. «Ох, молодец, младен». Догадался я. «Вполне возможно, что яхта укрылась в какой-нибудь тихой бухточке. Обыщем все и непременно найдем». «Что ж, предположение логичное». Этих двоих мы явно взяли врасплох. Судя по всему, цель их главаря была достигнута, как только Цернкович оказался у него в руках. Вряд ли он отважился сразу уйти в Италию, ведь нетрудно догадаться, что патрульные катера усилят внимание. Потому двух своих людей он отправил в сухопутные границы. Не исключено, что он нарочно послал их прямо к нам в руки, надеясь, что добыча отвлечет нас, и мы на какое-то время забудем и про Цернковича, и про него, и он, воспользовавшись нашей оплошностью, отбудет во своясе. Последнее казалось мне маловероятным, но вполне возможным. Преступники, случается, отделываются от сообщников за ненадобностью. «Ну что, побеседуем с этим?» — предложил я следователю, видя, что милиционеры освободили карманы обоих. Он согласно кивнул, и мы вернулись к письменному столу. Прежде всего, я просмотрел документы, обнаруженные у задержанных. Разрешения на ношение оружия не было, а удостоверение личности и пропускать для передвижения в приграничной зоне Югославии были выданы в тридесяти. Молодого звали Джованни Бреслу, того что постарше, Луиджи Джурич. Фамилии были вписаны в документы по-итальянски, однако фамилия старшего ясно указывала на его югославское происхождение, к тому же Владо Мандич отметил в своих показаниях, что люди, доставившие его в Загреб, хорошо владели сербско-хорватским. Оба настороженно поглядывали на меня, пока я просматривал документы. Следователь без меня не начинал допроса, хотя арест произошел в его районе, он уступал мне право первого знакомства с людьми, которых я преследовал от самого Загреба. Я внимательно оглядел обоих, младший ответил мне дерзким взглядом, старший явно нервничал. Я начал без обиняков, напрямик, адресуясь к обоим сразу. Вы обвиняетесь в двух убийствах, совершенных в течение ночи. Луиджи Джулич, старший, сразу выдал, что хорошо понимает язык, он вздрогнул и переспросил двух убийств? Да, двух убийств, подтвердил я. Вы убили Янеза Верховчево возле села Горинского и американца, у которого угнали машину. Ваш удар оказался смертельным. Джулич побледнел. Я замолчал, позволяя ему хорошенько осознать сказанное. Он выглядел таким ошарашенным, мог сразу и не понять. Кажется, он и вправду не подозревал, что американца не убили. Спустя несколько секунд он затряс головой и протестующе выкрикнул. Не правда? Никого я не убивал. Не Янеза, не американца, не трогал я его. Я все вам молчи! Молчи, скотина! Осадил его Джованни Брессел на сербско-хорватском шри языке, замахнувшись сковаными руками. Один из милиционеров его придержал. Джулич испуганно отшеднулся и замолчал. Я поглядел ему в глаза, полное смятение. Видимо, он будет упираться меньше, чем Брессел, а я-то считал его более опасным, к тому же двойным убийцей. Этого увезти, приказал я милиционера, указывая на Брессла. Будем допрашивать по отдельности. Милиционер ухватил Брессла под руку и повел к дверям. Брессел на какой-то момент вырвавшись, обернулся ко мне и запротестовал. Не имеете права? Чего не было, не шейте. Никого мы не убивали. Я буду жаловаться. Я не собирался вступать с ним в дискуссию. Повторил приказание милиционеру, и тот вытолкал его в коридор, не обращая внимания на сыпавшуюся ругань. Как только дверь закрылась, я обратился к Джуричу. Сами будете говорить или помогать вам вопросами. Во всяком случае, хочу напомнить, что искреннее признание мы считаем смягчающим обстоятельством. Сам буду говорить. Выложу все как есть. Я не был уверен, что Луиджи Джурич в самом деле выложит мне все как есть. Я предполагал, что у него вполне осознавшего свое безвыходное положение хватит и хитрости, и нахальства переложить большую часть вины на молодого и вспыльчивого сообщника. Лично меня это не особенно волновало. Следствие установит степень вины каждого. Мне же надо было узнать как можно больше подробностей о людях, которых еще предстояло найти и арестовать. А о них Джурич вынужден будет кое-что рассказать, если хочет, чтобы мы поверили в его искренность. В комнату вошла машинистка и заняла свое место. Мой приятель, следователь, позволил мне допросить Джурича. Даже уступил письменный стол, а сам притулился на стуле рядом. Я указал Джуричу на стул с противоположной стороны стола. Хотя он был в наручниках, милиционер стал у него за спиной. «Садитесь, Джурич», сказал я. «Я рад, что вы оказались разумнее своего приятеля. Можете курить, если хотите. Это ваши сигареты». Он взял сигарету и закурил. Я знаком показал ему, что он сигареты и спички может оставить себе. Остальные вещи, лежащие на столе, я сдвинул в сторону. «Ну, теперь приступим», предложил я. «Учтите, меня интересует все. Как вы попали в триест? Что делали дальше?» «Все вплоть до сегодняшнего дня». Попрошу вас говорить четко и кратко. Он сделал пару затяжек перед тем, как начать говорить. Видимо, пытался сосредоточиться. А когда заговорил, слова из него так и посыпались. Машинистка застучала по клавишам. «Мое настоящее имя Людовид Джович. Дома меня звали Луя. Луиджи, это уж меня в Италии перекрестили. В Триессе нахожусь с конца войны. До того, когда жил здесь, работал механиком, то есть механиком на аэродроме в Загребе был домобраном в чине унтер-офицера. Ни в каких акциях против партизан не участвовал. Примечание. Домобраны здесь солдаты воинских формирований профашистского правительства независимого государства Хорватия 1941-1945 годы. Сам не знаю, какой черт меня дернул погрузиться под конец войны в самолет с летчиками и домобранами. Нас перебросили в Италию. Там уже были американцы и англичане. Да я боялся, конечно, что партизаны со мной посчитаются. А потом боялся вернуться, потому как я там сказался политическим эмигрантом. В Италии чем только не занимался, а денег все равно не хватало. С грехом пополам удалось мне встать на ноги. Даже документы выправил итальянские и выбрался из эмигрантского лагеря. Джурич замолчал ненадолго, чтобы машинистка успела все это отстучать. Воспользовавшись паузой, я спросил, и у вас ни разу не возникло желания вернуться на родину повидать семью близких? Джурич поморщился и с неохотой ответил, нет у меня никаких близких. Мне все равно где жить. Теперь так я даже привык к переезду. Машинистка перестала стучать, и я сказал, ну ладно, продолжайте. Джурич указал рукой на дверь, в которую вывели Джованни Бресла. Этого зовут Ивица Бреслу. Мы земляки. Деревня наша недалеко от Осиека. Его тоже в Триесте переначали вместо Ивицы Джованни. Из Югославии дал Деру несколько лет назад, просто так убежал, на фарт потянуло. Он моложе меня, войны так вообще и не нюхал, меня и не помнил. Я из села уходил, когда он совсем маленький был. Познакомились в Триесте, но сдружились земляки как-никак. Я все ему помочь хотел, только он в этом не больно нуждался. Парень он хваткий, всегда при деньгах и легкие это деньги, легкие я вам скажу. Сам я в то время жил с продажей разного контрабандного хлама. Янез брал у меня и переправлял в Югославию. Я закулил сигарету, начиналось самое интересное. Свел Янеза с Бреслом я, а Бресл втянул меня в эту историю. Объяснил, что, связан с людьми, которым нужны опытные проводники через границу за хорошие деньги переправлять в Италию людей, надумавших бежать из Югославии. Я согласился. Янез тоже вошел в дело, потому как за Бресла я поручился. Он обстоятельно рассказал, как дошло до того, что они с Бреслом отправились в Югославию, пользуясь пропуском в приграничную зону, который где-то раздобыл Бресл. Джурич уверял, что и понятия не имел, на кого работает, а согласился, потому что Бресл ему обещал хорошие деньги. И он ему поверил, конечно. У самого до Бресла денежки всегда водились. Всем верховодил Бресл и на краденных машинах шифирил и место знал, где подобрать Влада Мандича. Он, Джурич, был на подхвате. Знать не знал ни Мандича, ни типов, что его привезли. В Загребе понял, конечно, что ввязался в грязное дело после того, как Бресл сказал, что надо смываться. Это когда Мандич витрину разбил. Я не прерывал его излияния, хотя и не верил, разумеется, что ничего-то он не знал. Ясно, человек изо всех сил старается загладить свою неприглядную роль. Мне был интересен ход событий, который так или иначе проступал в общих чертах сквозь явно пристрастный рассказ Джурича. Мне хотелось поскорее обнаружить точку, откуда можно начать дальнейшее преследование похитителей Церлковича. Что касается исповеди Джурича, следствие проверит подлинность каждой ее детали. Что Бресл американцев решил, я не знал, продолжал Джурич. Мне он сказал, что только оглушил. Я поверил, но сообразил, что дело наше швах, и пора смываться в Италию. В Любляне мы угнали вторую машину и на ней двинули к месту встречи с Янезом. Только Янеза мы не видели. На дороге нас поджидала машина, а в ней двое каких-то типов. Я их не знал, хотя понял, что один из них немец, хоть он говорил и по-нашему, и по-итальянски, а другой Югослав, эмигрант какой-то вроде нас. У него тоже пропуск был. Бресл их обоих знал, потому я и понял, что это те люди, на которых мы работаем. Вы узнали их имена? Джурич пожал плечами. Не совсем. Немца зовут Гарнер, фамилии не знаю, а эмигранта Петер Левняк, только все его давали Пьером. Сказанное в главном совпадало с предположениями, которые я сделал, когда мы обнаружили труп Янеза Верховчева. Я не стал требовать от Джурича признания, что и он приложил руку к убийству, а позволил ему рассказывать дальше о том, что меня больше всего интересовало. Эти двое, продолжал он, не позволили нам уйти за границу, а приказали вернуться, даже довезли на своей машине до Сежены. Там мы с Бреслом сели в автобус и поехали в Копер. В Копере нас ждала яхта. Ее хозяин знал Бресла. Как зовут хозяина яхты? Джурич отер лоб, покрывшийся испариной еще до того, как он начал говорить. Пьер Кьеза. На яхте был, кажется, и темнокожий механик, а? Да, точнее, Мулат. Дезертир какой-то американский, он уже давно в Италии ошивается, скрывается от полиции. Зовут его Джон Гаррис. Так, дальше. Я все делал по приказам Бресла. Он меня главным делом предупредил, чтобы говорить только по-итальянски, никто, мол, не должен знать, что мы югославы. До вчерашнего вечера нас на яхте было четверо. Пьер Кьеза, Джон, Бресл и я. Мы вышли из Копера и, держась к бережку поближе, доплыли до какого-то кемпинга. Так, до кемпинга в Савудрии, понятно. Пришвартовались чуть в сторонке от кемпинга, чтобы на отдыхающих не наткнуться. Там к нам присоединились немец тот и Петер Левник. Я получил задание поехать с Бреслом в Порторож за одним человеком, которого надо было незаметно доставить на яхту. Тут он в деталях расписал, как они украли Цернковича. Рассказывая, не переставал твердить, что все он делал спроста, без умысла. Я ему, разумеется, не верил. Ну, ладно, сперва надо найти Цернковича. Так что выслушаем его версию событий, а уж потом разберемся, что натворил Джурич и что и вице-бресл. Сейчас самое главное узнать, куда они делятся из кемпинга и что случилось с Цернковичем дальше. На яхте Левник закрылся в каюте с тем малым, которого мы привезли из Порторожи, с этим самым Цернковичем. Немец к ним не входил, пока Цернкович в дым не надрался, не хотел даже показываться. Мы помогли затащить пьяного Цернковича на кушетку, а потом нас из каюты шуранули. Яхта в это время шла к Порторожу. Только мы туда прибыли, Левник вышел из каюты и велел нам с Бреслом выматываться. Сказал, чтобы мы рейсовым катером добрались из Пирана в Копер, отсюда автобусом в Триест, а там через границу документы нам в Триесте выдали, они годились. А насчет югославской полиции, сказал Левник, беспокоиться нечего, все шито-крыто. Дал нам деньжат, мы и послушались. От Порторожа до Пирана, всего ничего, мы туда двинули пехом, а утром в катер влезли. Ну, остальное вы знаете. Да, остальное о них я знал. Меня, однако, больше беспокоили другие, те, что остались на яхте. Я спросил, значит, на яхте оставались владелец Левник, Джон и Цернкович, и немец, вы не знаете, что они собирались делать дальше? Джурич пожал плечами. Не знаю. И что они с тем доходягой сделали, которого приволокли, тоже не знаю. Я чуть не подскочил от изумления. С каким еще доходягой? До сих пор вы о нем не упоминали. Джурич заволновался. Разве? Ой, ну и богу, я ненарочно просто забыл. Это тот, которого мы с Бреслом привезли в Загреб. Влада Мантич? Да, час от часу не легче. Он-то как угодил на яхту Пьера Кьезы. Джурич продолжал. Его привезли Левник и немец связанного. А мы его втащили на яхту. Потом его Левник затолкал в ящик. Там он все время и был. Оставалось еще много невыясненных моментов. Например, кто в Загребе с вокзала послал через носильщика письмо Цернковичу? Затем кто ликвидировал Янеза Верховчева? За что? Как Владу Мандич попал в руки преступников случайно? Или же манили у Младена? А может он сам к ним кинулся, только они ему больше не верили и потому связали? Дальше. Сознательно ли Цернкович провел меня или действительно не имел возможности предупредить? Уж больно ловко с ним управились похитители. И наконец самое главное. Чего собственно добиваются эти люди? Немец по имени Вернер и Петер Левник? Для чего им нужен Цернкович? На что сплетается эта хитроумная игра, в которой двое уже погибли, а не дай Бог и третий? Всего Джурич конечно не знал. Он был в этой игре лишь пешкой, хотя в своих показаниях пытался представить себя еще незначительнее, надеясь на смягчение наказания. Я переглянулся со следователем, сидевшим рядом, и он дал милиционеру знак увести Джурича. Машинистка вынула из машинки протокол допроса и, дав ему подписать, положила протокол перед нами. Затем и она покинула комнату. Следователь закурил предложенную мной сигарету. Ну, вы ему верите? поинтересовался он. Я отрицательно покачал головой. Не совсем. Ясное дело, он пытается преуменьшить свою вину. К примеру, он даже не заикнулся о том, что оглушил нашего сотрудника, когда поджидал цернк реча у черного хода паласа. Разыгрывает безобидного простачка, но, думаю, что про других членов банды он говорил правду. Хотя и тут, может, кое о чем умолчал. Вы собираетесь его допрашивать еще? Нет. Предоставляю это удовольствие вам. Мне с ним хороводится некогда, других дел по горло. Прежде всего, надо узнать, что там с раненым. Следователь предвинул телефон и набрал номер больницы. Поговорив на славянском с дежурным врачом, он обернулся ко мне и с видимым удовольствием сообщил, у негра полный порядок. Ему сделали переливания крови и скоро с ним можно будет побеседовать. Молча раскланившись, я поторопился покинуть гостеприимный кабинет. Надо было спешить в больницу. Гарриса, как тяжело больного, поместили отдельно в маленькой уютной палате. Сестра дежурила при нем неотлучно. Она встала, когда я вошел в сопровождение врача. Раненый был очень слаб. Лицо сохраняло нездоровый цвет, хотя был он уже в сознании и даже попытался улыбнуться, увидев меня. Вероятно, узнал. Чтобы раненый не двигался, я вместо рукопожатия положил ему на плечо руку, усаживаясь на стул возле постели. «День добрый, господин Гаррис, вы представить себе не можете, как я рад, что вам лучше». Я обратился к нему по-английски. Он опять улыбнулся и слабым голосом ответил «Спасибо, я вас сразу узнал. Это вы позвали врача. Только я совсем не Гаррис. По-настоящему я Костелани. Отец у меня был итальянцем, а матушка из Сомали. Я сделал ему знак не затруднять себя излишним разговором, все ясно. Он взял другую фамилию, чтобы перед Пьером Кьезой и компанией играть роль американского негра дезертира. На самом деле он был итальянским подданным и ничего странного служил в итальянской полиции. «В таком случае не лучше ли нам перейти на итальянский?» спросил я. Костелани согласно кивнул. «Врач предупредил. Прошу вас не утомлять его слишком длинной беседой. Опасность еще не миновала. А вы — это адресовалось уже сестре — зовите меня сразу же, как только заметите, что раненому стало хуже». Сестра молча кивнув удалилась в угол, где стоял другой стол и села там, не проявляя никакого интереса к нашему разговору, который по всей вероятности и не понимала. Он протекал на итальянском. «Как только врач вышел из комнаты, я заговорил. Доктор просил не утомлять вас, потому говорите как можно короче, а я постараюсь не задавать вопросов, требующих длинных и сложных ответов. Итак, я уже знаю, что вы служите в итальянской полиции, с которой мы вместе ведем розыски одной группы преступников, той самой, в которую вы были внедрены. Мне известно все, что происходило до появления Мирко Цернковича на яхте, до того момента, как он напился». Костелани протестующий повел головой и стал объяснять, он не напился, его оглушили наркотиками, сперва подбавили морфию в виски, а потом дали вдохнуть райский газ. Райский газ — разновидность так называемого препарата истины. Вдыхается он через маску, подобную той, какие употребляют в больницах при анестезии. Под действием райского газа человек полностью теряет контроль над волей и безропотно отвечает на все вопросы, которые ему задаются. Он пребывает в своего рода трансе и потом не может вспомнить ничего из происходившего. Однако этот транс не мешает отвечать на поставленные вопросы вполне толково. Понимаю, понимаю. Его допрашивали Адурманинову. А вы не подслушивали допрос? Ведь пытались же его за что-то убить. Может, он обнаружил слишком большой интерес к допросу и вызвал подозрения? Это было невозможно. Но я знал, что они готовятся кого-то допрашивать. Мне удалось спрятать в каюте магнитофон. Понятно, что тогда вас и обнаружили? Нет, не тогда. Позднее. Значит, разговор вам удалось записать? Он чуть заметно кивнул. А лента? Лента с записанным разговором? Где она? Продолжал выспрашивать, я волнуюсь все больше. Ведь на ленте находилась разгадка всей этой истории. Если только ее не отняли у него или не уничтожили. она должна быть в кармане в моих брюках. Обернувшись к сестре, я нетерпеливо спросил, где его одежда? В карманах что-нибудь найдено? Она пожала плечами. Одежду обычно оставляют на складе. Не знаю, было ли что-нибудь в карманах. я приняла дежурство, когда его уже оперировали. Прошу от сестра. Я пытался не выдать своего волнения. Это очень важно. Будьте добры, сходите на склад и проверьте, что найдено у него в карманах и принесите все сюда. Скажите врачу, что я попросил и он вам наверняка не откажет. Она встала, не решая сдвинуться с места. Я понял, что она боится оставить меня одного с раненым. Вдруг к тому станет хуже. Я поспешил уговорить ее, пока она не начала упираться. Не беспокойтесь, я не стану его утомлять. Вы же видели, мы разговариваем совсем немного, и он вовсе не напрягается. Ну, прошу вас, сестра. Я мог бы, конечно, и сам сходить за вещами, но я не знал, где находится склад, и без толку плутал бы по больнице, зря тратил бы а мне нужно было задать ему еще несколько важных вопросов. Нельзя упускать момент, пока он чувствует себя сравнительно хорошо. Сестра наконец решилась, направилась к дверям, еще раз напомнив, будьте внимательны, как только он начнет кашлять, зовите врача, у него легкие задеты, и от кашля может открыться рана. Я понимал, насколько это опасно. Новое кровоизлияние привело бы к большим осложнениям. Я пообещал быть осторожным, и когда она вышла, снова обратился к Костеллани, стараясь формулировать вопросы так, чтобы ответы не требовали особого напряжения. Кто вас ранил? Немец? Да. Вернер Райфер прибыл из Мюнхена. Он заправляет. Заметил магнитофон. Стрелял из пистолета с глушителем. Мне удалось прыгнуть в воду. Я сделал ему знак замолчать. Остальное было понятно. Тяжело раненому Костеллани удалось доплыть до берега и выбраться на сушу, где спустя несколько минут я и встретил его, а бандиты, скорее всего, покинули Порторож. Они посчитали вас убитым? Не знаю. Я видел, что разговор утомил Костеллани и закончил беседу словами. Большое спасибо за информацию. Думаю, теперь я знаю самое важное. Когда вы почувствуете себя лучше, мы подробно восстановим все события, а сейчас лежите спокойно и отдыхайте. А я посижу с вами, пока не вернется сестра. Немного погодя, я добавил, будем надеяться, что лента цела. Даже если она затерялась, думаю, не такой уж это большой урон. Я, конечно, лгал ради его спокойствия. Известие, что лента исчезла, могло его расстроить, а возможности скрыть этот факт у меня не было. Так уж пускай лучше думает, что лента не так важна, хотя, по моему убеждению, от этой ленты зависело многое. Чуть ли не все. Он медленно кивнул в знак того, что меня понял. Несколько минут прошло в молчании. Я бы с удовольствием закурил, но этого делать было нельзя. Дым мог вызвать у раненого кашель, а как раз кашля он должен остерегаться больше всего. День был воскресный, и в эти послеобеденные часы в больнице царила тишина. Потому даже сквозь закрытую дверь я услышал торопливые женские шаги, хоть они и раздавались где-то в самом конце коридора. Через секунду в комнату вошла сестра. Она несла всякую мелочь, зажигалку, носовой платок, раскисшую пачку сигарет и плоскую карстонную коробочку. Это была магнитофонная лента. Вот это все, что при нем оказалось, сказала сестра, складывая вещи на стол. Большое вам спасибо, сестра. Обрадовался я, сразу же схватив коробочку с лентой и показывая ее Костелане. Нашлас, нашлас, вы разрешите мне взять ее с собой? Мы ее аккуратненько высушим и прослушаем, что там записалось. Разрешение я спросил просто из вежливости. У Костелани и в мыслях не было мне возражать. Лицо его сияло от удовольствия, что лента нашлас. тронув его за плечо, на прощание я поблагодарил. Большое вам спасибо за помощь. Мы сделаем все возможное, чтобы вы поправились. Желаю вам скорейшего выздоровления. До скорой встречи. Я торопился. В управлении ленту просушат, я все узнаю. Конечно, если она не в конец испортилась. Я не был знаком тонкостями подобного рода техники, но почему-то был уверен, что лента, пусть частично, осохранилась. К управлению я подошел почти одновременно патрульной машиной. Из нее выпрыгнул милиционер, а за ним — о, диво дивное — Мирка Цернкович собственной персоной. Он тут же принялся помогать выйти из машины своему зятю Владе Мандичу, еле державшемуся на ногах от слабости. По воспоминаниям Мирка Цернковича все шло кругом перед глазами и в желудке кросит, и в груди, и в голове. Кушетка уплывала из-под меня, потолок угрожающе опускался норовя придавить. Потолок, что за потолок? Что это за кушетка? С превеликим трудом я начинал осознавать себя и окружающее, как будто пробуждаясь из глубокого забытья, а может, из пьяного сна. Нет, нет, это не то. Ну, что же в самом деле со мной приключилось? Я попытался приподняться на постели, но руки мне отказали, и я снова плюхнулся на спину. Прошло несколько минут, а может, и полчаса, разве определишь в таком состоянии, пока я полностью не пришел в себя. Над кушеткой я заметил круглое окошко в диаметре сантиметров двадцать, не больше, и сразу вспомнил, что и яхты, и пьера, и другого носатого пьера, и виски, в которые мне подмешали какой-то дрянь. «Конечно же, из-за этой отравы у меня и голова трещит и мутит, стало быть, я нахожусь на яхте, и яхта стоит и не качается, или это мне только кажется, после выпитого». Мне с трудом удалось приподняться и выглянуть в окошко. Мы стояли в нескольких метрах от берега. Каюта та самая, где начался разговор с красавчиком Пьером, и где я потерял сознание. Сколько же времени с тех пор прошло? Часы мои остановились, сами понимаете, не мог их завести перед сном. Сквозь окон видно, что день солнечный. Жаль, нельзя определить хоть приблизительно сколько сейчас времени. В каюте я был совершенно один. На столе бутылка виски и бокалы. От одного взгляда на них мне сделалось сложно. Сейчас бы стакан воды и пару таблеток аспирина пришел бы в себя. Наконец мне удалось приподняться и сесть. Я нащупал в кармане сигареты и спички. Сделав первую затяжку, так раскашлялся, что казалось, все мое нутро того и гляди разорвется на части. Но это ощущение вскоре прошло, и я почувствовал, как никотин меня взбадривает. Я выкурил целую сигарету и за все время не услышал ни звука, ни наявки, ни рядом. Я встал и доковылял до двери, попытался открыть. Куда там? Она была заперта, и ключа в замке не было. Я снова вернулся на кушетку и с горя выкурил еще сигареты. Затем отворил окошко. Я, конечно, и не мечтал, что сквозь него можно пролезть, зато в каюте посвежело, стало легче дышать. Ну, история. Что же все это значит? Сперва Пьер со своими молодцами из кожи лезут, чтобы меня заорканить, потом поят какой-то гадостью, бросают одного на этой посудине стоимостью в несколько миллионов лир. Есть тут хоть капля логики. По-моему, ни одной. Прислонившись к открытому окошку, я принялся звать на помощь. Сначала в полголоса, потом все громче и громче. А вдруг окажется, что на яхте я не один. Ну, тщательно. Никто на мои крики не отозвался, только охрип и в горле запершило, и я решил не тратить сил понапрасну. Передохнув, принялся искать что-нибудь, чтобы вышибить замок. Ничего подобного в каюсе не оказалось. Я с разбегу навалился на дверь, но она устояла. В полном изнеможении я растянулся на постели. такое мне явно не под силу. Через несколько минут с берега донеслись голоса. Они хорошо были слышны в открытое окошко. Уж не пьерли со своими возвращается, или я вскочил и припал к окошку. Ну, наконец-то, наконец-то. Два милиционера стояли возле самой воды, о чем-то разговаривая между собой и то и дело указывая в сторону моей плавучей тюрьмы. Меня они даже не заметили. Собрав последние силенки, я закричал «На помощь!» «Сюда!» «На помощь!» Милиционеры вздрогнули и впились в яхту взглядами. Один из них расстегнул кобуру, готовясь выхватить пистолет. Я высылал руку в окошко и, помахав кричу снова «Сюда! Сюда!» Милиционеры потрячевшись, вошли в воду, решив вброд добраться до яхты. Я потерял их из виду, когда вода стала доходить им до пояса, а немного спустя услышал их шаги на палубе. Что-то их задержало на пути к моей каюте. Я снова принялся лопить на помощь, я заперт в каюте. ломать дверь. Мне признаться, это было безразлично, главное, спасение подоспело. Сперва послышался скрежет, потом несколько сильных ударов и дверь подалась. Раньше я бы ни за что не поверил, что способен так возрадоваться встрече с милиционерами. Я готов был на шею им броситься. Я устремился к ним, но пошатнулся, опять одолела слабость. Тот, что вошел первым, подскочил ко мне и поддержал, не то бы я грохнулся на пол, что-то с ним не в порядке, сказал он на славянском, укладывая меня на койку. Я собрал остатки сил и, удержавшись в сидячем положении, заявил, я Мирко Цернкович. Не знаю, в курсе ли вы. Мирко Цернкович? радостно переспросил милиционер. «Вас-то мы ищем», я вздохнул с облегчением. Не забыл меня, значит, Малин. Не потерял моего следа. «А там на палубе кто? Пьер Кьеза?» спросил милиционер. «На палубе», удивился я, «понятия не имею». «Я думал, я тут один». Я встал и шагнул к дверям каюты. Помощь милиционера мне больше не требовалось. На палубе я углядел носатого Пьера, раскинувшегося в шезлонги. Глаза закрыты, тяжело дышат, рядом валяется бутылка из-под коньяка или чего-то другого, я не разглядел этикетку. Было очевидно, что он вдребезги пьян и заснул так крепко, что моих призывов вообще не слышит. «Этот что ли?» спросил я. «Знаю только, что его зовут Пьера, и что он владелец яхты». Из кустов вынырнул парень в штатском. Я его раньше не видел, зато он меня признал сразу, потому что крикнул милиционером. «Ребята, это же Цернкович». Мне сказали, «Вы тут кого-то нашли?» Я не слышал, что ему ответили милиционеры. Перед глазами у меня опять все поплыло, и я судорожно уцепился за борт. Очнулся, через несколько секунд милиционер, взяв меня за руку, говорил, «Пойдемте, пойдемте, я помогу вам сойти с яхты и добраться до берега». Только тут я вспомнил про Владу. Вывернувшись из рук милиционера, я указал на люк, «Постойте-ка, постойте, давайте заглянем сюда, тут был, я еще не докончил фразу, а милиционер уже подскочил к люку, приподнял крышку». Владу все еще находился в этом ящике, связанный и скрюченный в три погибели, точно такой же, каким показал мне его красавчик Пьер. «Мирко, ой, Мирко», простонал он ослабевшим голосом, «наконец-то, как я сошел с яхты и оказался на берегу, не помню. Владу вроде бы развязали, меня держали под руки, я шел по поясу в воде, что стало с носатым Пьером, тоже не помню, надо полагать, милиционеры и о нем позаботились, только после того, как мне дали флягу с крепким черным кофе, я сделал несколько глотков, я окончательно пришел в себя. Мы уже сидели в патрульной машине, которая катила по шоссе, а рядом со мной притулился Владу, и, сдается, чувствовал себя лучше, чем я, хотя ему пришло с порядком посидеть связанным, он говорил безумолку, Мирка, Мирка, прости меня, я не хотел впутывать, тебя в это дело меня заставили, они все знали и про тебя, и про меня, я не понял о ком он, то ли о Малине, то ли о Райхе из компании, а спрашивать не было сил, Влада не останавливался, грозились убить меня и Марию тоже, чтобы они отстали, обещал тебя уговорить, и они привезли меня обратно в Югославию, а когда приехали в Загреб, в голове у меня стоял звон, но я все же сообразил, о ком он толкует, и прервал его бессвязную речь, я все знаю, Влада, все знаю, не пойму только, как ты очутился на Яхтиной еще связанной, какого черта ты пустился в бега, ведь тебя через пару дней собирались выпустить, Влада глубоко вдохнул и паник, с трудом выдавил, я запаниковал, в милиции я выложил все до ниточки, но это правда, меня обещали выпустить, а потом на меня жуть такая накатила, всех стал бояться, и тех бандитов, и Малиной, и всех, сам не свой был, только домой хотелось, домой и все, меня уши дома стерегли, Марию даже не повидал, сгребли в машину, он насекся и замолчал, не до тёпа, и раньше таким был, чуть что ломается, вот и теперь, слишком уж много на него навалилось, да, тут и посильнее человек голову потеряет, хорошо хоть жив остался, хотелось, чтобы Малин вошёл в его положение, незаметно меня начинал забирать страх, как Малин и его начальство посмотрит на нас с Влада после всех наших приключений, но я ещё не настолько пришёл в себя, чтобы думать об этом всерьёз, уже одно то меня успокаивало, что я очутился в безопасности, я выглянул в окно, так значит мы в Копере, а не в Портороже, я узнал кафе, где сидел с той блондинкой, которую подхватил по дороге из Загреба, как же её звали, да, Веснополич, точно, точно, тогда же и Вернер Райхер вынырнул, будь он не ладен, жаль, не успел я про этого гуся, Малину рассказать, а может ещё не поздно, а может как вскрою я его подноготную, сыщется ниточка, за которую Малин потянет и весь клубок размотается, кончится тогда и моя волынка, и заживу я себе нормальной жизнью. Мацана остановилась, милиционер, сидевший рядом, вышел, пригласив меня следовать за собой, я протянул Владу руку, чтобы помочь, двигался он с трудом после стольких часов, проведённых в согнутом положении, да ещё в верёвках, кое-как мы вывалились из машины, я выпрямился и огляделся, и, верьте слову, у меня отлегло от сердца, когда я увидел, что по улице прямо к нам шагает Малин. Магнитофонная катушка медленно закрутилась, Бора, Мирко Цернкович, коперский следователь и я напряжённо ждали, когда послышатся голоса. Ленту мы осторожно высушили, стараясь не повредить, об этом позаботился приглашённый из Копера специалист. Цернковича уже осмотрел врач, сделал ему какой-то укол, угостил таблетками, словом, привёл в порядок. Во время прослушивания Цернкович был нам необходим, чтобы прокомментировать, если понадобятся отдельные моменты разговора. Костелани начал запись, когда Цернкович находился в каюте наедине с Левником. Первые слова, которые мы услышали, были следующие. «Два часа эта яхта домчит вас в Венецию». Цернкович, толкнув меня лобким, прошептал, «Красавчик, Пьер, то есть Петер Левник». Я молча кивнул. Голос продолжал. «С такими деньгами в кармане начать новую жизнь с комфортом можно где угодно, только не в Югославии, сами понимаете». Мы услышали чей-то стон, хрип, стук, хлопнула дверь, затем тишина, продлилшаяся больше минуты. Связав звуки с рассказом Цернковича. Я понял, именно в этот момент Цернкович потерял сознание и его затаскивали на кушетку. Опять послышался шум, будто кто-то вышел и закрыл за собой дверь. Голос мне незнакомый, спросил на сербско-хорватском с легким акцентом. «Кажется, готов?» Цернкович мне шепнул, «Вернер, райер!» «Теперь-то я хорошо знал, кто такой Вернер Райхер!» Цернкович уже успел мне рассказать о своем знакомстве с этим человеком, помнившем забытый пароль. Жаль, не было возможности допросить Пьера Кьезу. Бора оставил его на яхте под присмотром милиционеров на случай, если Райхер или Левник вернутся за ним. Хотя я полагал, правда, без особых оснований, что Пьера Кьезу оставили на бабах, как и Джорича с Бреслом. Почему об этом должна рассказать магнитофонная лента? Другой голос ответил. «Готов». «А маска в порядке?» Цернкович опять мне шепнул. «Красавчик Пьер!» «Да», ответил Райхер. «Вот она». «Вы умеете с ней обращаться?» Левник не ответил. «Вероятно, оба были заняты накладыванием маски на лицо Цернковича». Райхер приказал Левнику. «Порядок. Можно начинать». «Вы в разговор не вмешивайтесь. Будьте готовы по моему знаку заняться маской, если действие ее начнет ослабевать». «Разговор с Цернковичем Райхер повел на немецком языке». «Я заметил, что Цернкович, сидящий рядом со мной, слушает с нескрываемым любопытством. Значит, и вправду ничего не помнит». «Цернкович, вы меня слышите?» спросил Райхер. «Цернкович», ответил слегка заплетающимся языком, но все же довольно отчетливо. «Конечно». «Очень даже хорошо слышу. Вы меня узнаете?» «О, как же. Вы Вернер Райхер. У меня на голоса хорошая память. Значит, вы не забыли, что когда-то мы работали в одной конторе? В АМТ-6». «С вами забудешь». «Только мы вроде бы в деле вместе не были». «Да, верно, не были. и все же у нас было кое-что общее». «А, это вы про пароль, что ли?» «Именно про пароль, цернкович». «Включай свет, стало темно». «Да будет вам, будет, помню». «Откуда вы взялись?» «Я вас, кажется, видел сегодня». «Только где же это было?» «В Копере, дружище, в Копере». «Мы оба ехали в Порторож». «Ах, да, 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 в Порторож». Голос Цернковича делался сонным. На некоторое время установилась тишина. Видимо, по знаку Райхера Левник давал новую дозу райского газа. Затем снова голос Райхера. «Цернкович, я надеюсь, вы еще не забыли шифр АГ-7, которым пользовались составляя свои донесения? Насколько мне помнится, это ваш шифр». «Как не помнить?» ответил Цернкович ясным голосом. «Такие вещи не забываются». «Да, до сих пор помню». «Вы можете расшифровать письмо, составленное этим шифром?» «Могу, ясное дело». «Давайте его сюда». «Я вам продиктую». «Валяете». Потом вдруг Цернкович взволновался, видимо, под действием каких-то импульсов подсознания и запротестовал. «Стойте, стойте, Райхер! С какой это стати вы именно ко мне обращаетесь? Ха! Сколько народа, кроме меня, этот шифр знало?» «Из этого народа только вы остались в живых. Все давно на том свете, а ключ к шифру уничтожен». «Вон оно что! И только потому вы меня искали?» «Да, только потому». «Я несколько лет потратил, чтобы узнать, живы ли вы, где обретаетесь. Это же надо». «Ну, так что же там в вашем письме? мне тоже кое-что обещано. Десять тысяч долларов столько кажется, не беспокойтесь, Царнкович, не беспокойтесь. Мы своих обещаний не забываем. Вполне возможно, что вы получите сверхуговора». В голосе Райхера, сквозь его издевка, он, видимо, вовсе не собирался раскошеливаться, говорил просто так, чтобы не портить одурманенному Царнковичу настроение. Наступила короткая пауза. Царнковича, наверное, накачивали новой дозой райского газа, дабы его искренность не отказала в самый решительный момент. Тишину прервал скрип открываемой двери. Я узнал голос Джурича, возбужденно выкрикнувший «По курсу патрульная катера, что делать?» Царнкович ехидно захихикал. «Малин заскучился, ищет меня!» Левник выругался, а Райхер успокоил его. Как я не понял, лента в этом месте была повреждена. Затем Райхер приказал Джуричу вели негру держаться вплотную к берегу. «Они нас ищут в море, думают, мы в Италию идем, погасить все огни, подойдем порторожу, как ни в чем не бывало. Яхта зарегистрирована по всем правилам. Никто ничего не заподозрит». Стукнула дверь, вероятно, вышел из каюты Джурич. Как я и знал, на других валит, а про свои художества скромно молчит. «Подгазойте-ка его еще», приказал Райхер. Голос совершенно спокойный. Левник, заметно встревоженный, произнес, «А что, если спросить его, кто этот Малин, которого он упоминал?» «Пусть опишет». «Ни в коем случае». Отрезал Райхер. Не надо его сбивать с мысли. «Ну, какая нам разница, как этот человек выглядит?» «Ведь за нами гонится не один он, а вся полиция этого района. Да, это и не важно. Вы же знаете мой план». После паузы Райхер вернулся к разговору с Цернковичем. «Итак, перейдем к письму?» «Давайте, давайте, я готов. Можете читать». Послышался шерсть бумаги. Я посмотрел на Цернковича. Он с напряженным вниманием следил за разговором, записанным на магнитофон. «Это письмо», объяснял Райхер. «Я изъял из архива АМТ-6 перед самым концом войны. Чтобы облегчить вам дешифровку, могу сказать, что письмо содержит сведения о том, где спрятаны три картины Тициана, две Джотто и пять картин Тинтеретто. Полковник С. Д. Циммерман не успел их вывести и был вынужден спрятать где-то на территории Италии перед тем, как оказался в плену у американцев. К счастью, ему удалось отправить это письмо. Полотна оцениваются в миллионы, миллионы долларов, Цернкович. Помните про вашу долю, которая может быть увеличена? Цернкович рассмеялся из магнитофона, смех его позвучал грубливо и сказал «Ладно, ладно, давайте ваше письмо». Райхер начал диктовать шифр. Б 70 Ф ГКР ЛМП Ф Двойное В Точка Арабская 39 Римская 2 Это не Римская 2, а прописная удвоенная и дальше, дальше. Райхер продолжал «Большая единица 2 З арабская 7». Я покосился на Цернковича, который внимательно вслушивался. Лицо у него было напряженным, глаза же довольно поблескивали. Он уже разгадал послание полковника. Видимо, оно содержало совсем не то, что надеялся узнать Райхер, иначе Цернкович не демонстрировал бы столь откровенно свое злорадство. Голос Райхера бубнил. «Три раза буква М, большое Г». Цернкович не выдержал и расхохотался, а секунду спустя хохот удвоился. К нему присоединился хохот из магнитофона. Указав на него рукой, Цернкович хотел мне что-то объяснить, но замолчал, так послышался голос Райхера. «Что тут смешного?» «Ну, только секунд через десять Цернковичу удалось побороть смех, и голос его стал отчетливо слышен из магнитофона. «Придется вас огорчить, Герр Райхер. Вы промахнулись. Из-за такой ерунды столько наломать дров». И он опять расхохотался. «Да скажите вы, наконец!» вспылил Райхер. Цернкович перестал смеяться. «Да, письмо действительно отправил полковник Циммерман». «Наконец, заговорил он без смеха». «Но в нем ни намека на картины Тинторетта и прочих». «Это всего-навсего прощальный привет». «Полковник сообщает, что ему не вырваться из окружения». «Он даже не уверен, удастся ли пилоту пробиться с этим письмом». «Еще он извещает, что немецкая армия в Северной Италии капитулирует через день или два». «Отговорив это, Цернкович снова впал в безудержную, прямо-таки безумную веселость». «Во всяком случае, тот Цернкович магнитофонный». Я покосился на Цернковича, сидевшего рядом. Он тоже с трудом удерживал смех. Ему бывает чего веселить. Он-то, знавший шифр, понял все еще до того, как собственным голосом объяснил немцу, сколь тщетны были его усилия. «Цернкович, уйдите-с!» После этого окрика секунд десять слышался только шорох. Лента опять была повреждена. Потом магнитофон заговорил с сердитым голосом Левника. «И не пытайтесь меня обмануть. Уж настолько-то я немецкий знаю, но он, он, может быть, бредил», пытался оправдаться Райхер. Голос был неуверенный, голос Левника напротив звучал весьма решительно. «Нет, Райский газ действовал, как полагается. Мы проиграли. То есть вы поставили не на ту карту. Это письмо сплошной пшик. К счастью, только вы всадили денежки в это предприятие, и я не теряю ничего. Теперь нам остается убраться отсюда по добру, по здорову». Райхер долго не отвечал, как бы подтверждая справедливость сказанного. Саранкович голоса не подавал. Снова, видимо, впал в забытье. Немного погодя, Левник сердито произнес. «Ну, придумайте же что-нибудь». Райхер откашлялся и проговорил. «Мы сейчас в портор уже. Бежать яхты нет смысла. Патрульные катера идут следом. Существует лишь одно приемлемое решение». Левник, понимающий, хохотнул. «Что ж, не дурная мысль. Распускаем штат и позволяем югославской полиции переловить всех, кроме нас. Чурича и Бресла отправим сушить. Еза где-то пьет, надо его найти и уговорить увезти яхту куда-нибудь. Царанкович и Мандич останутся здесь, негр тоже, а мы в Портороже подождем Аказии и незаветно исчезнем». «Да, но...» попытался возразить Райхер, «Однако Левник не дал ему договорить. Уж не боитесь ли вы за свое славное имя? Или вы забыли, что в паспорте у вас стоит Генрих Клоп?» «Что до меня, то я ничего не опасаюсь. Когда полиция найдет и перехватает всех, ей будет не до нас. Она займется тем, что попала в лапы». «Вот тут ты ошибаешься. Мы предпочитаем заниматься тем, чем считаем нужным заниматься. Разумеется, никому из наших ни слова про это», продолжал Левник. «Тут лента кончилась. Магнитофон замолк». «Кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Бора». «Значит, я отключился, уйдя в свои мысли». «Ну, так что же будем делать?» «Что делать?» Это был вопрос, на который нелегко ответить. Распоряжения мои перемежались размышлениями вслух. Блокировать подъезды к порторожу и все места перехода границам. Даже если они обнаружили, что негр работал против них, у нас есть подтверждение, что от своего плана они не отказались. Джурича и Бресла послали к сухопутной границе, а пьяного кезу бросили на яхте с пленниками. «Мы с тобой едем в Порторож. Левника я видел и наверняка узнаю, если встретим». Царинкович легонько тронул меня за плечо. «А про меня вы, похоже, забыли?» «Нет, нет», ответил я, «не забыл». «Вы свободны. Можете хоть сегодня вернуться со своим зятем в Загреб. Последний автобус отходит вечером». Солнце давно уже скрылось за горизонтом. До самых сумерек мы бродили с Борой по Порторожу, пристально вглядываясь в лица прохожих в надежде встретить Левника. Обошли все кафе, пляжи, бульвары, гостиницы. Его нигде не было. На обеих дорогах, ведущих из Порторожа, установили посты, и хоть мы не располагали фотографиями преступников, люди получили очень точное описание Левника и Райхера со слов Мирка Цернковича. Эта пара никак не могла выскользнуть из Порторожа, даже если они разделились и идут поодиночке. И все же о результатах пока говорить не приходилось. Беглецы не появлялись нигде, ни на дороге, ни на судне Пьера Кьезы, которая теперь уже под присмотром стояла там же в бухте, где его обнаружили милиционеры. С той только разницей, что хозяин, пробудившийся из пьяного сна, был под конвоем припровожден в Коппер. Время летело быстро. Наши посты на дорогах под разными предлогами остановили множество машин. Можно сказать уйму, в воскресенье вечером возвращаются в приезд все туристы, приезжавшие к нам на уикенд. Было не просто находить какие-то убедительные поводы для проверки транспорта. Я был уверен, что Левнец и Райхер уедут из порта рожа автобусом или попутной машиной. Маловероятно, что у них в запасе есть еще яхты. На пьерок езут, им уже рассчитывать не приходилось. Разве только они меня перехитрили и уехали из порта рожа ранним утром задолго до того, как я прослушал магнитофонную запись. Ну и в этом случае легально перейти границу они не могли. Пограничники были предупреждены. А вдруг у них есть проводник, о котором я ничего не знаю, и он помог им перебраться в Италию. Несмотря на эти сомнения, я лелеял надежду накрыть преступников в порта рожа. Левнец и Райхер могли догадаться, что практически невозможно блокировать дороги долгое время. Это требует большого количества людей и бессменных дежурств. Никакой передышки, а без передышки люди и двух дней не выдержат. Преступники вполне логично могли заключить, что уже на следующий день наша бдительность ослабеет. Скорее всего, они скрываются где-то тут, рассчитывая через пару дней проспользнуть сквозь заграждение. После обеда я разговаривал по радио с Коперским управлением внутренних дел и с Младеном. Ивица Брэсуу начал говорить, поняв, что Джурич почти все рассказал. Так стало известно, кто помог нелегально переправить Мандича через югославско-австрийскую границу. Младен предпринял все необходимые меры, чтобы этих людей арестовать. День давно миновал, близилось полно. Порт рожь постепенно опустел. Места парковок автомашин были почти свободны. Я попросил Бору обойти их и проверить, что за машин еще остались. Мы знали, что Райхер и Левник прибыли из рееста машиной, и если они здесь, то и машина эта должна где-то обнаружиться. Я посоветовал Боре особое внимание обращать на автомобили с немецкими номерами, предполагая, что машина принадлежит Райхеру, который из Германии добирался на ней в Триест, а затем в Югославию. Сам я тоже отправился на прогулку. Прошел мимо кафе Ядрон, оркестр уже готовился покинуть площадку, чуть дальше кафе Сузанну покидали последние посетители тоже, я свернул к морю. Справа осталась крохотная корчма Якоть, на лужайке перед ней стояли два-три столика. Корчмар обслуживал клиентов. За одним из столиков сидели двое мужчин. И тут я почувствовал, как по спине у меня поползли мурашки. Запоздалыми гостями были Райхер и Левник. Я находился метрах в пятидесяти, но узнал их сразу. Сначала Левника, его я уже видел раньше, а Райхера по описанию, выходит, они здесь. Не рискнули, значит, пробиваться. Я гляделся по сторонам, как назло никого. А случай нельзя было упускать, преступники вот-вот скроются. Они уже расплачивались, я заметил только старика-подметальщика, который меланхолично помахивал метлой по тротуару, время от времени забрасывая мусор в тачку. От него ждать помощи не приходилось. Я медленно направился к якорю. Хотел зайти Левнику и Райхеру со стилиз, чтобы застать их врасплох и с наставленным пистолетом вынудить сдаться. Я решил соподойти к ним вплотную. Они ведь меня не знали, судя по магнитофонному разговору. Они даже на меня не взглянули, когда я прошествовал мимо, делая вид, что направляюсь в картину. Там разместилось несколько юношей и девушек, однако мне до них дела не было. Еще пару шагов и я окажусь у преступников уже спиной. Черт возьми, светловолосая девушка из молодежной компании выскочила с громоглачным приветствием. Алло! Неужели это вы, товарищ Малин? Вы что, меня не помните? Я Жатна Полич. Думаю, с вами встретились на автостраде. Как же очень хорошо помню. Это была та самая девушка, которая оказалась со мной в тот момент, когда меня оглушили. Я повернулся к ней спиной, не очень беспокоясь о том, что она удивится или обидится. Меня беспокоило другое. Преступники знали меня по имени, а она его на всю улицу прокричала. Да, так и есть. Оба моментально вскочили на ноги. Все дальнейшее произошло в мгновении ока. Левник держал пистолет в руке. Райхер, к счастью, оказался не такой прыткий. Ах, ты легавый! Истерически взвизгнул Левник. Думаешь, твоя взяла? Придется тебе выправить пропуск. Вад, получай! Я тоже выхватил пистолет. Две пули Левника сжикнули мимо, а третью он не успел выпустить. Я угодил ему в колено с первого раза. Вскрикнув, он зашатался и упал. Пистолет отлетел в сторону. Позади меня тоже вскрикнули. Сперва Весна, потом кто-то еще. Обернуться не было времени, надо было управиться с Райхером. Однако пистолет не потребовался. Увидев, что раненый левник корчится на земле, Райхер отбросил оружие и поднял руки. Со всех сторон к нам сбегались люди Корчмарь, из якоря, его клиенты, прохожие и два знакомых милиционера. Познакомились, когда я готовил засады арестовать обоих, приказал я, и вызвать скорую помощь. Я повернулся и стал проталкиваться сквозь образовавшуюся толпу. Весна стояла окаменевшая живая и невредимая. Видимо, кричала со страху, увидев пистолет и услышав пальбу. Но тот другой крик, который я слышал. Старик подметальщик лежал на тротуаре возле тачки с мусором. Заплутавшаяся пуля левника, не найдя меня, угодила в старика. Я подбежал к нему, нагнулся, стал нащипывать пульс. Он был жив. Только потерял сознание, пуля попала в плечо. Я приподнял его и держал до тех пор, пока подвой сирены не прибыла скорая помощь. Вторая уже за сутки. Я подозвал врача, чуть ли не на ходу выскочившего из машины. Доктор, помогите сначала этому человеку, сказал я. потом арестованному.